Ричард Лайман За пруды Динкера Эту байку мне рассказал один старатель, а я просто помалкивала да слушала. Сразу скажу, она ко мне никакого отношения не имела. Она была пассией Джим с головы до пят и со всеми прелестями посередке. Джим, сказал я ему, не стоит брать ее с собой. Еще как стоит, заявил он. Пользы от нее никакой не будет, одни только ссор до неприятности. Зато она зашибись, какая красивая, возразил Джим. Ну что ж, тут мне крыть был нечем, но делать не меняла. Она хочет увязаться с нами из-за той жилы. Золото ей наш нужно, вот что. Послушай, да ведь ты ей даже не нравишься. Глазки у Джима заблестели, и я прям-таки увидел, как он припоминает прошлую ночь, когда он в воле попользовался прелестями Люси. Вы наткнулись на нее накануне днем, когда с важным видом выходили из пробирной конторы, и это сразу заставило меня насторожиться. Я так думаю, она давно околачивалась поблизости и дожидалась, пока ей навстречу не выйдет парочка ухмыляющихся старателей. Ну, тут же она и подцепила Джима. Джим у нас простак, поэтому она и начала клеиться к нему, а не ко мне. Сообразительности у него не больше, чем у лепешки ослиного дерьма. Это ясно читается у Джима на лице. Может, вы подумали, что я зря качу на парня бочку? А все от того, что меня за видки взяли? Ведь выбрал-то она не меня. Но это не так. Джим не моложе меня, и одевается он ничуть не наряднее, и пахнет от него ничуть не лучше. Так что я такой же симпатичный парень, как и он. К тому же мы с ним равноправные партнеры, о чем Люси не могла знать с самого начала. Нет, просто Джим — ходячий образец идиота. А у меня куда получишь с мозгами и здравым смыслом? Я не из тех, кого можно увезти куда угодно, привязав веревочкой за... за... Но про Джима этого не скажешь. И Люси это сразу поняла. И вот не успел я и глазом моргнуть, как остался сидеть в одиночестве в салоне. А Джим, заперся с ней в шикарном номере Джеймстаун-отеля, убедив себя в том, что по уши влюблен. Тут пора вернуться к заблестевшим глазкам Джима. Блестеть они начали на следующее утро, когда мы доедали отбивную с яичницей. А сдается мне, что она меня еще как любит, сказал он. Зато ты ей не очень-то приглянулся, Джордж. Очень веселенькая ситуация. Вспомни лучше, сколько лет мы с тобой ходим в партнерах. Он наморщил лоб и стал вспоминать. Ну, точно не скажу, но, суть по всему, долго. Чертовски долго. Да, и теперь ты собираешься подложить нам обоим свинью. Ничто не приносит столько неудач, как баба на прииске, и ты знаешь, это не хуже меня. Вспомни лучше, что приключился на прииске Керн с Биллом Плейснером и Майклом Мерфи. Джим проскинул мозгами и начал отыскивать ответ между зубьев своей вилки. Вот тогда дай-ка я тебе напомню. Так вот, Билл и Майк были закадышные приятели. Водой не разольешь. И дружили они больше лет, чем у тебя осталось зубов. У меня еще, между прочим, очень много зубов осталось, объявил Джим. Вот-вот, и я об этом же. Словом, много лет они дружили. Никто не дружил так крепко, как Боб и Майк. Только ты вроде говорил, что его Биллом звали. Его звали Роберт Уильям. Кто называл его Боб, кто Билл. Так вот, Боб и Майк жили как братья. До самого того черного дня, когда у них на прииске появилась женщина. Она тут же приклеилась к Майку. А к Бобу относился так хреново, будто у него часутка. Бедный Боб. Бросили его холодного и одинокого. Но стал ли он жаловцы качать права? Нет, сэр. Нет, такой он был парень. И все свои беды переносил молча. И помнишь, что потом случилось? — Как девушку-то звали? — спросил Джим. — Грета ее звали. — Помню, ходила у нас в воскресную школу Грета Гарни. Рыжая такая. — А та Грета, что связалась с Майком, тоже была рыжая? — Да нет, вроде бы. — А разве ты ее не видел? — Слушай, дай мне рассказать до конца, ладно? Ты способен вывести из себя даже приют для коллег и слепых? — Да я только... Да не твоя это была, Грет. Не твоя, какая-то другая Грет. Так вот, слушай, что я хочу тебе втолковать. Едва она появилась на прииске, на головы бедных Билла и Майка обрушились несчастья и трагедии. Мало того, что она с презрением отвергла Билла и превратила двух закадышных друзей во врагов. Нет, сэр, не только поэтому. Это было само по себе плохо, но самое скверное, я ожидал их впереди. Вышло так, что она смылся от своего мужа, но никому об Энтон даже не сказал. Совсем наоборот, даже не заикнулся о том, что она замужем. А мужем у нее был Лем Джасперс, одноглазый ворюга из Фриска. И он начал ее разыскивать. Это искал ее у Билла и Майка. И всех троих завалил. Убил. Он убивал их жестоко и медленно. Я рассказал бы тебе подробнее, да и не хочу портить тебе завтрак. Скажу только, что приятного было мало. Он выжег Майку глаз горячей палкой за то, что он смотрел им на Гретту, а потом отрезал Майку охотничьим ножом и запихал его Гретти между ног. Вот что ты хотела заеметь, сказал он. Так получай, на. Джим заметно побледнел. А когда они все умерли, продолжил я, он содрал с Гретты кожу, ободрал ее, как кролика. Кожу с лица бросил в костер, а остальное задубил. Мало того, что он сделал себе мешочек для табака, он выкроил себе из ее кожи пару новых макосин, чтобы иметь удовольствие постоянно попирать ее ногами. Какая низость, выдавил Джим. Но это еще не самая большая низость. Лем не успокоился, отомстив Гретти и Майку. Он связал и бедного Билла и выпотрошил его, как форель. Представляешь, Билл был невиден, как младенец. Он даже не прикоснулся к Гретте, но Лем его все равно зверски убил. Зря он это сделал. Зря, или там не зря, но Билл умер ужасной смертью. А все из-за того, что его приятель предал его и связался с бабой. Я ведь тебе уже говорил, что баба на прииске самое большое несчастье. А что с Лемом было дальше? Да откуда ж мне знать-то? Вполне могло случиться и так, что ему надоело быть вдовцом, и он накрутил твою Люси. Джим надолго задумался, одной рукой ковыряя вилкой в тарелке, а пальцем другой подбирая с нее остатки яичного желтка. Кончив облизывать палец, он поднял на меня глаза. Я увидел, что он благодарен мне за предупреждение. Но сказал он вот чего. «Мы будем на чеку держаться, и если этот Лем объявится, мы с тобой его пристрелим». Знаете, то количество воздуха, которое человек может потратить за свою жизнь, как-никак не беспредельно. Я понял, что только что извел массу воздуха, и все зря. С тем же успехом я мог все это рассказать ослиной заднице. В то же утро, но позднее, когда перед тем, как мы все втроем собирались отправляться, Джим отвел меня в сторонку. «Я поговорил с Люсией», — прошептал он. «Она не знает никакого Лема Джаспера». Ну, однажды она встречалась с Джаспером Виггинсом, и говорит, что никогда не была за ним замужем. Я рассчитывал, что Люси начнет относиться ко мне потеплее, едва узнает меня получше. Ей представилась такая возможность по дороге на прииск. Но мои надежды не оправдались. Она продолжала смотреть на меня таким взглядом, словно у меня из нос постоянно свисал, как эта дрянь. Но дорогу у нас ушло больше времени, чем следовало. Довольно-таки часто они оставляли меня на тропе, чтобы я смог составить мулом компанию. И Люси уволакивала Джим в кусты. По большей части она делала это, чтобы меня помучить. И каждый второй раз возвращалась полурастегнутая, чтобы дать мне взглянуть на те места, к которым мне не суждено было прикоснуться. Ни одна из женщин, что встречались мне в жизни, не вела себя так жестоко и так хладнокровно. А все же я пытался оставаться с ней в хороших отношениях. Мне хотелось добраться хотя бы до ее наружных красот, если ничего больше мне не светило. И кто знает, вдруг мне повезет и побольше. Но что бы я ни проделывал, она меня отвергала. Она с презрением относилась даже к моим байкам. А вот Джиму столь же нравилось их слушать, как мне рассказывать. В первый же вечер, когда я рассказал свою коронную историю о Скво с двухголовым младенцем, она просидела у костра, вздыхая и закатывая глаза. А история была такая. Одна из голов любила сосать молоко из одной груди, а другая столь же страстно рвалась к другой. Беда была в том, что каждая голова хотела сосать из соседней груди, так что бедный Скво приходился во время кормежки держать младенца вверх ногами. Тогда маленький уродец сосал в свое удовольствие. И кончилось все тем, что он так привык находиться вверх ногами, что так и не научился ими пользоваться. Он ходил на руках, болтая ногами в воздухе. И в один прекрасный день утонул, переходя вброд ручей, где глубина была чуть выше пояса. Так вот, Джим едва не помер со смех, когда я рассказывал эту байку. А Люси вела себя так, словно желала мне иль помереть, лишь заткнуться. Не успел я начать новую историю, как она мне сказала. «Джордж Сойер, вы настолько же грубы, насколько долг день. И я предпочту, чтобы меня укусила змея, чем выслушаю еще одно ваше отвратительное вранье». «Но почему? Он же правду рассказывал», — заступился за меня Джим. Она посмотрела на него. Глазки у нее были симпатичные и поблескивали в свете костра. Но тепла в них не было ни капли. «Если ты веришь, что все это правда, дорогой мой Джимми, то значит у тебя в голове вместо мозгов опилки». Дорогой мой Джимми посмотрел на меня и нахмурился, пытаясь собраться с мыслями. «Так ты что, все наврал?» «Еще ни одно слово лжи не срывалось с моих губ. Да я сам видел, как парнишка утонул. Обе головы у него были в ручье, а ноги дергались, как у висельника». Джим повернулся к Люси, приподнял брови и сказал. «Поняла. Все, что я поняла», — огрызнулась она. «Так это то, что один из вас брехливый дурак, а второй идиот». И я начала задумываться, зачем я вообще с вами связалась, Джеймс Бигсби. Весь дух из джима вышел, словно воздух из проколотого воздушного шарика. Ужасное было зрелище. Он съежился возле меня и молчал, а Люси отошла от костра и закуталась во все свои одеяла. «Я попытался его развеселить. Ну, не хочешь послушать историю о том, как я провалился в зыбучие пески?» «Не могло этого быть», — пробормотал он и посмотрел на меня так, словно застукал с пятым тузом в руках. «Провались ты в зыбучие пески, Джордж. Ты бы сейчас был покойником». «Да, я мог быть покойником, не окажись. У меня под ногами такой куча скелетов, что я приспособил их вместо лестницы. Ну и...» По его глазам я понял, что он снова начинает мне верить, а сомнения его понемногу растворяются. Но тут его неожиданно окликнуло Люси. «Послушай, уйди от этого безбожного фроляй, и немедленно я замерзаю. Шел бы ты лучше меня погрел». Едва Джим это услышал, как тут же вскочил и умчался к ней. Я остался один и стал прислушиваться к веселому потрескиванию костра, шорху ветра в деревьях и стоном, и визгу Люси, очень похожим на звуки, которые издает свинья, когда в нее тыкают горячей кочергой. Между прочим, и моя кочерга от таких звуков раскалилась. А Люси не была свиньей, хотя и кричал очень похоже. Сидел я у костра и чувствовал себя так, словно стал тем двухголовым парнишкой. Одной моей голове казалось, что было бы весьма неплохо отодрать ее, а другая с тем же удовольствием пустила бы в нее пулю. Но ни одна из моих голов так ни на что и не решилась. После того, первого вечера, я больше не рассказывал никаких историй. Пару раз я предлагал что-нибудь рассказать, но Джейб лишь печально покачивал головой, а Люси плевал в костер. В конце концов, добрались мы до нашего прииска неподалеку от Станислауса. К хижине мы подошли уже в темноте, и Люси тут же высказала все, что про нее думала. Я ненавязчиво посоветовал ей провести эту ночь под светом звезд. А она, столь же ненавязчиво, посоветовала мне заткнуть хлебала. Потом добрую часть ночи она ворочалась и все жаловалась на то, как трудно дышать в этой маленькой комнатке, как нуждается женщина хоть в какой-нибудь уединенности. И наверняка это будет последняя ночь, которую она проводит под одной крышей с этим самым Джорджем Сойером-лжецом, чьи привычки и характер настолько отвратительны, что они ничуть не лучше чумы или могильных червей. Люси не только скрижетала зубами и горько жаловалась, что ей приходится прозябать в этой лачуге, но к тому же отказала Джиму в своей благосклонности. «Моя скромность этого не позволяет», — заявила она, «когда он сопит у нас за спиной». Я принял ее слова о скромности за шутку, но ни я, ни Джим не стали счастливее от ее решения, потому что оно прихлопнуло все мечтания каждого из нас. Еще по дороге я стал неравнодушен к издаваемым ею звукам и стал дожидаться того времени, когда мы окажемся в хижине втроем. Она была полностью права насчет тесного помещения. Если бы они с Джимом начали заниматься любой вью, я наверняка бы услышал побольше, чем просто стоны и вскрики. Да и увидел бы, скорее всего, побольше. По моим прикидкам, Люси это весьма бы устроило. Чем больше ей удавалось бы меня мучить, тем лучше бы она себя чувствовала. Но, возможно, она решила, что я слишком разгорячусь и пожелаю к ним присоединиться. Может, она была и права. В любом случае, она не стала рисковать и предоставила Джиму провести ночь в одиночестве. Пытаясь заснуть, я начал мысленно перечислять все то, что она успела сделать со мной и Джимом. Она украла у меня лучшего друга. Она лишила меня и Джима удовольствия, которое мы получали от моих историй. Ну и, наконец, начала утаивать свои прелести, лишив Джима причины, из-за которой он притащил ее сюда. А меня удовольствие понаблюдать, как ее будут трахать. Я уж говорил, что никогда не встречал более жестокой и хладнокровной женщины. Поднявшись поутру, Джим прихватил топор и отправился в лес валить деревья, намереваясь пристроить к хижине верандочку для своей леди. Я решил предоставить ему заниматься этим в одиночку. Сам я здесь для того, чтобы копать золото, а его леди может спать хоть в грязи и мне на нее начхать. Взял я Кайлу, пошел в забой и принялся за работу. Но чертова баба все не выходила у меня из головы. Я размышлял о ней и гадал, чем же она может заниматься, оставшись совсем одна. Весьма скоро я пришел к выводу, что сейчас самое время нанести ей визит. Раз уж Джим не сможет помешать делу, может, я смогу с ней договориться. Ну, или, по крайней мере, высказать ей свое мнение. Ну и отправился я ее разыскивать. В хижине ее не оказалось, не было ее и возле реки. Порыскал я по окрестностям и довольно скоро на нее наткнулся. Люси стояла на берегу за пруды Димкера и снимала с себя одну тряпку за другой. Йоркнул я за большое старое дерево и раскрыл глаза пошире. По дороге сюда мне довелось увидеть кое-что из ее выпуклостей. Но теперь я увидел ее во весь рост и перестал удивляться, почему Джим не смог не притащить ее сюда. От ее вида даже упокойник перехватило бы дыхание. Я так увлекся подглядыванием, что она успела войти в пруд по колено. Тут я опомнился и выскочил из-за дерева. «Эй!» — заорал я. «Быстрее вылезай от этого!» Она подпрыгнула, словно бы я ткнул в нее палкой. Наверное, она позабыла о своей скромности, потому что повернулась ко мне и уперлась кулаками в бедра, даже не пытаясь прикрыться. «Джордж Сойер!» — заверещала она. «Сукин ты сын грязный, похотливый, прогнивший, грубый, прокаженный сын проститутки, зарящийся на чужое!» «Поему сведению, я никогда не зарился на чужое!» — сообщил я и начал спускаться к ней по склону. Она протянула ко мне руку и потрясла пальцем. Затряс при этом не только палец. «Не подходи ближе, катись от седова! Ты скотина, только попробуй спуститься вниз!» А я продолжал идти. Она начала пятиться, пока вода не дошла ей до пояса. К этому времени она вспомнила о своей скромности и юркнула в воду, оставив над водой только голову. «Будь я на твоем месте, я не стал бы этого делать!» — сказал я. Потом уселся на торчащий на берегу пенек. Рядом со мной лежал куча ее одежды. «Но я даже не стал класть на нее ноги!» «Послушай-ка, лучше, что я тебе расскажу, красотка, и вылезай из воды как можно скорее!» «Черта лысого ты этого дождешься!» «Если уж ты хотела вымыться, тебе надо было пойти к реке. Но только не входить в воду здесь!» «Куда хочу, туда и хожу!» «К тому же вода в реке такая холодная, что я превратилась бы там в ледышку!» «Думай, что ты сейчас в запруде Динкера!» — сообщил я. «Ну и чего! Хорошая запруда!» «Вернее, была хорошая, пока ты сюда не приперся!» «Так что катись, откуда пришел!» «Когда-то здесь неплохо ловилась рыба!» — отозвался я. «Но только до прошлого года! Спроси Джима, если мне не веришь!» «Но с тех пор, как мы повесили клемма Динкера, вся рыба пропала!» Тут Люси прищурилась, и из воды показалась ее рука с булыжником. Потом она на секунду высунулась из воды и бросила камень. «Должно быть, я отвлекся, заглядевшись на нее, потому что не успел уклониться! Камень угодил мне в плечо!» Я подпрыгнул и начал потирать ушибленное место. «Только попробуй ко мне подойти!» — крикнула Люси и выудил еще один камень. «Да только не я! Я не такой дурак, как некоторые!» «Что, выходит, я дура?» Она швырнула в меня камень, но я увернулся. «Раз не хочешь выйти из воды, значит, дура и есть!» «От Джим вернется! Он тебя пристрелит!» «Джим будет неблагодарен за то, что я случайно проходил мимо и предупредил тебя!» «Знаю я, зачем ты сюда пришел!» Тут она неожиданно перестала злобно сверкать на меня глазами и даже улыбнулась. «Ты просто воды боишься, Джордж Сойер! Хе-хе-хе!» «Я боюсь этой воды! Ты б тоже ее боялась! Знай ты то, что знаю я!» «Ну да, еще бы! Я бы так напугалась, что тут же выскочил бы из воды и сказал тебе спасибо!» «Ах, Джордж, ты просто ничтожная и жалкая личность!» Она легла на спину и поплыла, улыбаясь в небо, а тело ее соблазнительно просвечивалось из-под воды. «Таких ничтожностей, как ты, я еще не встречала!» «Знаешь, я уже почти решил уйти и предоставить тебя судьбе!» — крикнул я. Она приподняла голову, и тело ее опустилось в воду. «Ты что-то сказал, бедняжка Джордж?» «Наверное, я сейчас уйду и брошу тебя здесь!» «Ты не можешь уйти, Джордж!» Должно быть, она нащупала дно, потому что немного приподнялась. Вода едва прикрывала ей плечи. Она была слишком мутной и не позволяла увидеть ничего стоящего, если не считать улыбки Люси. Улыбка тоже была мутной и зловещей. «Знаешь, а ты меня еще ни капельки не напугал!» — сказала она. «Думал, едва я услышу твои вопли, так сразу выскочу и брошусь в твои мужественные объятия!» Она думала, что я не могу ее так напугать, чтобы она выскочила из воды. «Я посчитал это за вызов. Я снова усился. Ты никогда не слыхал о парне по имени Клем Динкер?» «Увы, нет, Джорджи. Ну, расскажи мне про него». Клем был сумасшедший и жил в дупле дерева на том берегу реки. Был он такой тощий, словно никогда не ел. Но все было как раз наоборот. Клем был готов сожрать все, до чего мог дотянуться зубами. Когда дел доходил до жратвы, он становился самым терпеливым и подлым существом. Залезал он на свое дерево и сидел так тихо, что на него птицы садились. И как только это случалось, он их быстро хватал и отправлял прям в рот. И схрупывал вместе с чириканьем, крылышками, клювами, глазками и всем прочим. Мы всегда слышали его издалека, когда он выплевывал першки. Люси потрясла головой и закатила глаза. «Знаешь, Джордж, у меня уже начинают мурашки по телу бегать. Если ты и дальше будешь меня так пугать, я скоро могу в обморок упасть». «Хочешь падать, падай, твое дело. Скажи лучше, ты и дальше хочешь меня мучить или будешь слушать про Клема?» «О-о-о! Извини!» «Продолжай, пожалуйста!» «Так вот, этот Клем жрал все подряд. Он не разбирал особо. И если уж запускал во что зубы, так откусывал и жевал. Я тебе говорил, что у него были заостренные зубы». Люси рассмеялась. «Да, мэм, можете мне не верить, но Клем заточил все свои передние зубы. И они стали такими острыми, что он с трудом мог говорить, не поранив губ зубами. Начнешь с таким парнем разговаривать, и не успеет он ответить, как на тебя уже кровь капает. Он делает вид, что ничего не замечает, а ты стоишь внизу, а на тебя кровь капает дождем. Поэтому вполне хватало, чтобы спутать тебе все твои мысли». «Если бы у твоей мамочки хватило ума», — сказала Люси, — «она придушила бы тебя еще в колыбельке». «Я лишь рассказываю все так, как было. Я ничего не выдумываю. Однажды меня разморил после разговора с Клемом. Ну и когда Джим наткнулся на меня спящим под деревом, я был так покрыт кровью, что он принял меня за покойника. Когда я проснулся, он успел уже наполовину выкопать мне могилу. Но к делу это не относится», — быстро вставил я, не давая Люси возможности перебить меня. Так вот, Клем Динкер был психом и съедал все, во что мог вонзить свои заточенные зубы. И не только птичек. Однажды мы видели, как он бобра доедал. Был еще один охотник. Так он клялся, что Клем добрался до его собаки. Он жрал белки, енот, койотов, бабочек, пауков, слизней, червей. Люси больше не улыбалась. Она смотрела на меня с ненавистью, а ее верхняя губа поползла вверх, обнажив десну. «Я понял, что она вот-вот завопит, и у меня не будет возможности закончить свой замечательный рассказ». Поэтому я быстро перешел к сути. В конце концов, он съел одного из наших мулов. Мы застукали Клем как раз в тот момент, когда он жрал его потроха, засунув голову мулу в брюхо. И мы его повесили. Я повернулся и показал наверх на то самое дерево, за которым прятался, когда Люси раздевалась. Видишь вон ту ветку, ту, что торчит в сторону. Вот на ней мы его и повесили. «Да никого ты не повесил», — отозвалась Люси. Но храбрости в ее то не поубавилось. Мне показалось, что поджилки у нее уже трясутся. Я сам надел петлю на его кривую шею. Мы поставили Клем на краю обрыва под деревом. Мы решили, что толкнем его, а он повиснет над берегом и задохнется. Но до сих пор нам еще никого не приходилось вешать. Наша ошибка была в том, что нам следовало бы натянуть веревку между шеей Клема и веткой. Но вышло так, что она чересчур растряслась. Но когда мы его столкнули, он не столько повис, сколько упал. И голова у него оторвалась. Так вот, тел Клема мы отволокли в лес и закопали. Но только вот тело, без головы, она у него была круглая, скатилась вниз и в воду упала. Мы ее искали, искали, но даже волоска не нашли. Вот с тех самых пор мы зовем это место за прудой Динкера. Насколько нам известно, его голова до сих пор здесь. Глаза у Люси немного выпучились. А после того здесь начала исчезать рыба. Очень скоро ловить стал совсем нечего. Правда, клюет здесь довольно скоро. Да только поднимаешь удочку, а наживки уже нет. Но рыб никогда не попадается. Извели мы с Джимом на этом месте ведро червей, да и поставили крест на рыбалке. Тут Люси застыла и скосил глаза в воду. Потом быстро перевела взгляд на меня. Я увидел, как она рассердилась, потому что я заметил, как она посмотрела на воду. В этой брехне нет ни слова правды, Джордж Сойер. Я не узнала ничего нового, кроме того, что уже знала. То, что ты отвратительный подонок, недостойный человеческой цивилизации. Я не ужец, возразил я. Тут ее глаза снова забегали. А потом они едва не выскочили из орбит. И Люси испустил такой вопль, что у меня полсы дыбом стали. Она заметалась из стороны в сторону. Вода вокруг нее забурлила и покраснела. Мне даже на секунду захотелось броситься в воду и попытаться ее спасти. Это был бы героический поступок. Байка, что рассказывал мне Джордж, закончилась одновременно с бутылкой виски, стоявшей между нами на столе салуна. — И ты даже пальцем не шевельнул, чтобы ее спасти? — спросила я. — Она в любом случае этого не стоила, — ответил Джордж. — И теперь ты хочешь, чтобы я отправилась с тобой на прииск? — Мне там стало чертовски одиноко. Честное слово, я решил, что стоит рискнуть удачей ради такой красотки, как ты. — Но ведь ты там вместе с Джимом, разве нет? — Понимаешь, когда он увидел, что случилось с Люси, то набросился на меня с топором. Я даже не успел ему ничего объяснить. Он вбил себе в голову, что это я убил Люси. Да потом еще и обглодал. И мне пришлось его застрелить. — А может, ты и правда все это проделал, Джордж? Скажи. — Знаешь, Марбл, прикуси-ка свой язычок. Я не из таковских. Да и ты вроде не похож на ту заразу Люси. Эта девка была чистый яд. Такой яд, что на следующее утро я наткнулся в запруде на голову Динкера. Она плавала там лицом вверх, и губы у нее были совсем черные. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Джек Кетчем. Вестерн с мертвецами. — Пулю в лоб идил с концом, — сказал Сэм Питтс. — Иногда мне хочется позабавиться с ними подольше, — возразил Чанг Колберт. — Напрасная трат боеприпасов. — Боеприпасов у нас полно, а вот с женщинами-то беда. Вечно Чанг болтал про женщин, и Сэм вынужденно соглашался с его правотой. Как не раздражали его напоминания об этом утром, днем и вечером. Если не считать апачей, ближайшей отсюда женщиной была вдова Хеллер на Джилле, жившая милей выше. Еще вспоминались жена и дочь-одиночки Чарльза Максуина, жившие на полпути к Форт-Томасу. На эту жену Чарли было люб дорого посмотреть, дочь тоже была хороша собой, зато от вида вдовушки Хеллер даже гремучая змея забилась бы со страху в свою норку. Сэм задумался, как все они там сейчас. Сэм, Чанг и Дог Кливленд ютились в хилой тени соломенного навеса, щурясь от безжалостного солнца и от его отражения от прокаленного саманного кирпича. Их внимание было поглощено апачем Белых Гор, которому Чанг только что отстрелил левую руку из своего кольта калибра 0,44 армейского образца, и который теперь полз к ним по двору, кривя рот, как будто чувствовал, что ему недолго осталось. По мнению Сэма, в этом он был прав. Чанг снова выпалил, и в набедренной повязке апача появилась здоровенная дыра. «Ну и ну!» — сказал Дог. «Чем парень теперь будет женихаться? Он его женил, ковалец позади него!» «Ну, ты и врач, Дог!» — бросил Чанг. «Тебе виднее. Мне мой выстрел очень понравился». «Хорош дурачиться, Чанг!» — не вытерпел Сэм. «Лучше бы я добил его из Спенсера!» На таком близком расстоянии заряд Спенсера оставил бы от бедняги мокрое место. «Как скажешь, Сэм!» Чанг глотнул виски сорок шагов, еще сильнее прищурился на солнце, прицелился и выстрелил. Апач рухнул, как подкошенный. Верхняя часть его черепа отлетела далеко в сторону. Сэм не мог не восхититься тем, как лихо Чанг управляется скольтом и с виски. Сорт сорок шагов представлял собой чистый спирт, закрашенный то ли кофе, то ли сжженым сахаром, и, по-видимому, как раз сорока шагами исчерпывалось расстояние, которое мог преодолеть любой любитель этого пойла, прежде чем его на длительное время разобьет паралич. Тем не менее, Чанг тянул его все утро, пока постреливал в дохлых воинов с Белой горы, а иногда и в их скво. «Какие-то они нынче вареные, тебе не кажется, Сэм?» «Их меньше, чем было в этот час вчера, и не вылезают по трое-четверо, все больше поодиночке. С чего бы это, как ты считаешь?» «Понятия не имею. Откочевали, что ли?» «Да, вероятно». Правда, во дворе уже валялось дюжины тел. Дождавшись блаженной вечерней прохлады, они сложат их в фургон и, зажимая носы от вони, увезут подальше от стоянки. Но когда это еще будет? Пока что жара стояла, как в борделе в ночь большой скидки. При обычных обстоятельствах Сэм поручил бы эту работенку отряду следопытов из Апачи и Каятера, сорок два человека, к его постоянным услугам. Но все они три дня назад сбежали под покровом темноты. И в тот же день дохлые Апачи Белых Гор стали подбираться совсем близко, горя желанием отведать человечины. Неважно, Каятеры это будут или белые люди, эта их неразборчивость проявлялась самым несимпатичным образом. Маталоба был лучшим следопытом в округе, пока не отправился навстречу клонящемуся ворону, вышедшему из резервации, и не поплатился за это перекушенный шеей. Потом Уилл Фрай, переводчик и давний друг Сэма, поехал в Вигвам в трех милях ниже по реке проверить, что за чертовщина там творится, с двумя стами с чем-то его местными подопечными. Увидел среди тополей и колючих кустов голую девушку, слез с лошади и был вынужден снова запрыгнуть в седло, когда девушка откусила ему половину кисти, державшей револьвер. В лагере на Джиле беднягу сняли с гнедой кобылы, залитой его кровью. Вызвали телеграммой Дока, но по его приезду Уиллу уже пришлось успокоить пулей в голову. Такая же судьба постигла клонящегося ворона и мату лоба. Док сказал, что однажды уже видел такое. Его приятеля укусили в плечо на окраине Форт-Томаса, и он знал, что лучше туда не соваться. Но они с Уиллом были давними друзьями, так что Док рискнул. Сэм смекнул, что куда бы эти твари тебя не укусили, результат будет один, самый что ни на есть плачевный. Это и заставило его Кайотера разбежаться. Теперь Док ждал, что произойдет раньше. Его отзыв в Форт или прибытие кавалерии. Кавалерия задерживалась, за ней послали всего два дня назад. Отзыв в Форт, как водится, тоже. Но Док был себе на уме и никуда не выезжал без сопровождения. Пока что они коротали время за отстрелом Апачи. — Расскажи-ка еще разок ту свою байку, Док, — попросил Чанг. — Я, конечно, поверю в нее ничуть не больше, чем в прошлый раз, но хоть время убьем. — Проегиптян! Тот, кто заставляет свою жену устоять неподвижно, пока он лепит ее из гипса, не заслуживает, чтобы о нем судачили. Док кивнул. — Тархан-бэй! Вот кто поведал мне, откуда взялись все эти мертвецы. Из Египта. Вот откуда. Там, говорит, они водились с самого сотворения мира. Все это, дескать, проделки его соплеменников. — На что, говоришь, тебе жаловался этот бэй? — спросил со смехом Сэм. — Да воспаление уха! Я едва копыт не отбросил со смеху. Все равно, как если бы торговец змеиным ядом боялся употреблять внутрь свое же снадобье. — А пач в таких случаях пользуется мочой, — подсказал Чанг. — Я слыхал, это помогает, — кивнул Док. Пробовать, правда, не доводилось. Но у нас речь о фараонах. О первом настоящем фараоне, как его назвал бы бэй. О том, который объединил верхнее и нижнее царство, весь Египет. Некто Нармер или Нарнер, не помню точно. Бэй еще назвал его царем-скорпионом. Жалу у него точно был, будь здоров. — А скорпионы в Египте тоже эти твари водятся? — А чем нет? — Учти, места там почти не отличаются от здешних. Пустыня, а на пустыне есть. Глинобитные хижины. Днем жара, ночью колотун. У нас тут жила течет, а у них — нил. Он, конечно, не в пример шире и глубже. Вы, братцы, хоть что-нибудь слышали об этом? Сэм покрутил головой. Долг был человек образованный, и Сэм чувствовал его превосходство. Чанг прокряхтел нечто невразумительное. — И дал я статую одного такого фараона в здании старого арсенала в Нью-Йорке. Теперь там музей естественной истории. В руках у него были посох и цепь. — Цепь? Для младьбы, что ли? — встрепенулся Сэм. — Так и есть. Это значит, что он кормилец своего народа. А посох вроде пастушьего, и он обозначает, что он своему народу пастырь. Если верить Терханбею, пастырь этот завел свой народ в такие затейливые места. — Вот тут мне уже как-то не верится, — признался Чанг. Не хочешь не верить, Чанг. По его словам, этот Нармер был первым, кто озаботился загробной жизнью. Чтоб никогда не умирать. Если честно, здесь я и сам начинаю спотыкаться. Этого фараона кличут богом. Так его народ прозвал. Вот я и спрашиваю, Бея, если он и так бог, то разве уже не живет вечно? — Хороший вопрос, док. — И от того же мнения, Чанг. По словам Бея, они верили, что небеса не падают вниз, и на реке регулярно случается паводок только благодаря фараону и его могуществу. Это ж какая ответственность! В общем, они чтили его как настоящее божество. — Чтили? — Ну, как в церкви, Чанг, когда кресту умолишься. Сэм сомневался, что Чангу доводилось бывать в церкви, но он не стал озвучивать свои подозрения, а предпочел свернуть себе толстую пахучую самокрутку. — Вот только сам Гентат Нормер, богом себя, не считал. Думаю, он чувствовал, что смертен. Ну и заставил своих солдат и жрецов экспреэксиэкспериментировать. — Еще один, Сэм, видишь? Мужчина был наг как новорожденный, что нарушало традиции апачей. Те хотя бы прикрывали свое причинное место. Он вышел из-за угла конюшни, где лошади, почуяв, его испуганно зафыркали. По мнению Сэма, смердял любой апач, что живой, что мертвый. — Это не стоячая ли вода? — спросил Чанг. — Он самый, — подтвердил Сэм. Многие в тот день появлялись перед ними безоружными, но стоячая вода был опасным типом при жизни, а после смерти и подавно. В кулаке у него поблескивал нож. Как многие его собратья, он ковылял широко, разинув рот. Вот только двигался гораздо шустрее, чем его предшественники. Сэм увидел у него на плече след от укуса, это беднягу и погубило. Сэм не позволил Чангу с ним забавляться, поднял Спенсер, выпалил разок, и наступила тишина. — Неплохо, — одобрил Чанг. — Так что ты говорил? — Про эксперименты. Вам точно хочется опять слушать об этом? — Мне да. — Мрачный же у тебя нрав, Чанг, — док вздохнул. Словом, им втемяшилось в башку, что тайну вечной жизни мало где можно отыскать. Разве что в срамном месте у мужчин или у женщины, в сердце, а еще и в крови. Ну и пролили они кровушки, что рабов, что свободных людей, насильничали вовсю, причем доставался не только женщинам, мужчинам и детям тоже, Чанг. Знаю себе, выдирали сердца и прочие из законных владельцев. Думаю, они верили, что смерть — это волшебство какое-то, и что ее можно обуздать, продлив, так сказать, процесс. Лично мне это не очень-то как-то понятно. Сам знаешь, когда в желтой коне его парни подвесили Сэма Старка вверх ногами над костром, то он молился о пуле в голову. Когда тебе так больно, нет желания жить вечно. Но они все равно пытались. Тут тебе и распятие, и сажание на кол, и вивисекция... Что еще за вивисекция? Да лишнее, Чанг, вивисекция — это когда тело раздирают на куски, а человек еще дышит. Разве так можно? Можно, если только осторожно. Чего они только не учиняли. Бей говорил, что плотник умирал от своего долота, каменотес — от своего бура, хлебопек — от своих дрожжей, пивовар — от своего солода. В кровь они подмешивали паутину и сажу, пробовали добавлять травы, камешки, крапиву, гусиный жир, пчелиный воск, горчицу. Чего так не придумывали. А все это самое вивис... Как ее там... Как это получается? Сам знаешь, когда Каманч или Апач снимает скальп, то, если жертве не перережут горло, или если она не потеряет слишком много крови, то всего недель через три будет бегать, как будто ни в чем не бывало. Так с любой частью тела — рукой, ногой, членом, глазом. Главное — хорошенько прижечь рану и не повредить артерии. Человеку можно вскрыть и вырезать ему любой орган, ну, кроме, естественно, сердца и мозга. Хоть прижигай, хоть кость сверли, все, что угодно, можно затворить, не доводя до смерти. День-день ской возись, коль есть охот. Но я отвлекся. За всей этой жутью стоял некто Абедос, слуга из дворца Нормера. Чистолюбивый сукин сын, и не раб к тому же. Именно чистолюбие его, в конце концов, и сгубило. Абедос долго командовал жрецами и солдатами, занимающимися этими гадкими делами, и вовсю всем этим наслаждался. И не заметил, как сам превратился в жертву. Док сделал в своем рассказе паузу. Девчушка лет шести вышла из-за покинутого каятера барака. Кишки волочились за ней, как грязная веревка. Чанг выстрелил, и перед девочкой вырос фонтанчик пыли. Сэм загнал заряд в магазин Спенсера, прицелился аккуратнее, чем Чанг, и снес девочке полголовы. — Кошнотворная картина, — не выдержал Док. — Даже детишки. — Это их не извиняет, — напомнил Чанг. — Что верно, то верно. Ты б зарядил свой кольт, Чанг, так, на всякий случай. — Да, теперь ты прав, Док, — не стал спорить Чанг. Он откинул барабан и потянулся к коробке с патронами у своих ног. Передумав, вдруг схватил бутылку с виски и жадно припал ртом к горлышку. Только после этого он зарядил револьвер. — Давай про дочь, Док, — попросил он. — Сначала дай мне хлебнуть шорк шагов, Чанг. Чанг протянул Доку бутылку, Док сделал глоток. — У этого... Абидоса была дочка, маленькая еще, лет двенадцати-тринадцати водороду. Он так возгордился своим делишками, что вообразил, боги пойдут ему навстречу, если он отдаст на эти эксперименты свою дочь. Все остальное не приносил никакого результата. Девчонку дни напролет насиловала и мучила прямо у него на глазах фараонова солдатня. Особенно терзали ее груди и промежность, и понятно почему. Там же гнездится жизнь. Папа ж слышал каждый ее крик. — Вот ведь распаскудный сукин сын! — не выдержал Чанг. Сэм навострил уши. Наконец-то Чанг покинул прежнюю недоверчивость. — Это точно, Чанг, тот еще ублюдок. Хуже его в египетских краях никого не было, можешь не сомневаться. Продал душ самому дьяволу. Вот чего. Кто его знает, каким он был до этого. Хотя я бы предположил, что он всегда был порядочной скотиной, но зло способен преобразить человека. Этот Абидос был уже на полпути к преображению. Но тут такое дело. У самого фараон тоже была дочь. При всей этой своей кровожадности он не мог одобрить, когда папаша проливает родную кровь. Это показалось ему несколько чересчур мерзким. К тому же Абидос ничего не мог добиться. Вот фараон и приказал приковать его цепями к стене и несколько дней обходиться с ним так же, как раньше обходились с его дочкой. Потом к его ногам швырнули голову несчастной. То, что произошло дальше, было найти им свыше не иначе. Отца заставили пить кровь и пожирать плоть собственной дочери. А когда он доел и допил, ему проткнули солнце. Ясное дело, он издох, но издох как-то не до конца. Потому что давно уже стал равнодушен к любой людской боли, горю и к страданию. Он ведь проклял себя во веки вечные, и поэтому в нем не осталось ничего человеческого и после смерти. Встал он, да и зашагал, по грязь да по пескам. Внутри у него не было ничего, кроме неумолимого желания заражать всякого, кому он прикоснет с тем самым злом, который он воплощал. Так фараон обрел секрет вечной жизни. На горизонте появилось облако пыли. «Фургон!» — предположил док. «Скорее от всадники!» — возразил Сэм. «Это пыль — добрая весть! Давно пора!» Он думал о собственной дочери, о жене, о далеком Луисвилле. Он стыдился своей собственной измены. Она, ясное дело, в подметке не годилась тому, что натворил Абидос, но оттого не переставала быть изменой. Угораздил же его заделаться правительственным агентом на индийских землях. «Его называли Кааа!» — продолжил док. «По-египетски это означает то ли жизненную силу, то ли душу, во всяком случае, что-то в этом роде. По этой части Бейп чему-то темнил, но, думаю, Кааа, не просто так восстал из мертвых. Он увлек за собой целую армию мертвецов, исполнившую завет фараона. Лошади заржали, Сэм покрутил головой, но не увидел ничего, кроме приземистых глинобитных домишек и четырехугольного двора, на котором за два истекших дня многие приняли свою верную смерть. Все вокруг дышало жаром, было окутано пылью, и только синие горы вдали манили прохладой и чистотой. «Я все-таки не пойму, док», — подал Голсчанг. «Египет этот невесть где, так ведь? Даже если твой Бей говорил святую правду, как они сюда-то добрались? Прямо сюда, в резервацию, Апачи! Усек, о чем я?» Дог пожал плечами и опять хлебнул вискаря. «Куда только не доберется зло за многие столетия, Чанг! Расстояние ему нипочем!» События подтвердили его правоту. Сэм тоже оказался прав. К ним действительно приближалась кавалерия, только бывшая, шесть десятков всадников, в чьи ряды после короткой стычки затесались Апачи. Солдаты Апачи Белых Гор, все до одного пешие и мертвы-мертвешеньки. А вот Чанг ошибся, патронов осталось в обрез. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Роберт Маккаман. «Черные ботинки». Под куполом темно-зеленых небес Дэви Мясник удирал от черных ботинок. Он оглянулся через плечо. Его лицо было прикрыто полями, потемневшей от пота шляпы. Песок и камни летели из-под копыт. Конистошно ржал от жажды, но до Зайанвиля оставалось не меньше часа пути по безлюдной голой пустыне. Солнце, белое, как жемчужина в изумрудном воздухе, выжимало пот, и Дэви казалось, что он слышит, как от жары трещит его кожа. Мясник потянулся за флягой, отвинтил колпачок и сделал несколько глотков. Налив немного воды на ладонь, он поднес ее к губам коня. Язык Чалова оцарапал кожу. Дэви вновь глотнул из драгоценной фляги, и в тот же миг какая-то скользкая дрянь зашевелилась во рту под языком. Он подавился и сплюнул. С губ на песок слетело несколько белых червей. Дэви с ленивым любопытством взглянул на них и вытащил изо рта последнего, который застрял между десной и щекой, словно маленькая полоска табака. Он бросил его на землю. Черви корчились и извивались на песке. С каждой секунды они теряли форму и становились все более водянистыми, а потом исчезли. От них остались лишь мокрые пятна. Это что-то новое, подумал Дэви. На всякий случай он пошарил языком во рту, но других червей там больше не было. Встряхнув флягу, он услышал слабый плеск воды. Дэви закрыл колпачок, вытер губы вспотевшей ладонью и осмотрел мерцавший горизонт. Впереди виднелись только тощие кактусы, такие же пурпурные, как пулевые отверстия на теле мертвеца. Волны зноя дрожали над раскаленной пустыней, будто полотнища бесцветных знамен. Ни одной живой души, ни одного человека. Однако Дэви знал, что радоваться нечему. Черный ботинки был где-то там, позади. Черный ботинки всегда был позади, хотя и становился все ближе и ближе. Белое солнце нещадно палило. Пустыня раскалилась, словно сковородка, на которой жарился он и ящерицы. А где-то позади скакал его грозный враг. Дэви знал, что это так. Вчера после полудня в баре маленького городка Казаменос он снова всадил в него пару пуль. Одна попала в грудь, вторая в череп. Черные ботинки упал, обрызгав кровью соседние столики. Но этот хитрый ублюдок успел таки выстрелить. Дэви взглянул на запястье правой руки, где пуля оставила бордовую полоску, пылавшую огнем. И пальцы по-прежнему немели, словно от удара. Проклятый урод! Подумал Дэви. Если так и дальше пойдет, он все-таки меня завалит. Обычно я сбивал его с ног, пока он тянулся к кобуре. Я отправлял его в ад в мгновение ока, но ад был невластен над черными ботинками. Он возвращался вновь и вновь, пересекая безлюдные земли преисподней. Разрабатывая пальцы, Дэви еще раз осмотрел горизонт. Никакого намека на черные ботинки. Но так было всегда. А потом он вдруг бац и появлялся. Мясник вздохнул и взял коня под узцы. Зашагал в направлении Зенвиля. Теперь он двигался немного быстрее, чем прежде. Его взгляд скользнул по кобуре, которая болталась у седла на широком ремне. Рукоятка Кольта была из желтой кости, и на ней имелось двадцать две засечки. Хотя после того, как Дэви в пятый раз прикончил черные ботинки, он перестал отмечать количество убитых им людей. Конь нервно дернулся и хрипло заржал. Дэви увидел стервятник, окружившегося над головой. Птица пролетела рядом, будто обнюхивая его. А затем вновь поднялась в зеленое небо. Хлопая крыльями, она начала рассыпаться на части, и ее маленькие кусочки понеслись по воздуху, словно темные клубы дыма. Мясник отвернулся от них и сплюнув, а зашагал к Зенвилю. Хотя на самом деле его фамилия была не Мясника, Гартвуд. Ему исполнилось двадцать четыре года, и он родился с глазами гремучей змеи. Скорость была его госпожой, а дым пороха — его богом. Когда три года назад он спутался с бандой Брайса, они прозвали его Мясником, забойню в банке Эбилена. Это прозвище звучало лучше, чем его опостылевшая фамилия. Пусть Гартвудом будет какой-нибудь бокалейщик или продавец обувного магазина. А его теперь звали Мясником, и Дэви гордился своим прозвищем. В той перестрелке при ограблении банка он за две минуты уложил четверых. На такое был способен только Мясник. Безжалостный Дэви Мясник. Легкий порыв ветра оставил хвост огня от брошенного им окурка. Но Дэви смотрел вперед, в направлении Зэндвиля. Он ориентировался в тех местах так же хорошо, как хищник на своей территории. Быстрый взгляд через плечо подсказал ему, что враг еще не появился. В груди застрял комок, от которого по телу тянулись ржавые струны. Казалось, даже кости плавились от этой ужасной жары. Он прикоснулся к кольту, и горячая сталь убедила его в реальности происходящего. Вернее, друга не найти, особенно в таких местах и в такие дни. Дэви не знал, почему черные ботинки отправился за ним в погоню. Объявления о розыске живым или мертвым были расклеены по всему Техасу и Оклахоме. Возможно, черные ботинки увидел такой листок и решил срубить награду в пятьдесят долларов. Но как же нужно нуждаться в деньгах, чтобы раз за разом, умирая от пули, возвращаться и продолжать преследование? От черта, — подумал Дэви, — будь в моем кармане полсотни баксов, я отдал бы их ему, лишь бы он оставил меня в покое. Но черные ботинки хотели эти деньги во что бы то ни стало, тут уж не было никаких сомнений. Дэви снова оглянулся и поймал себя на этом. Ему стало стыдно за свой беспричинный страх. — Я не боюсь его, — сказал он коню. — Мои пули валили этого парня восемь раз, и если понадобится, я уложу его снова. — Нет, сэр, я никого не боюсь. Однако через шесть шагов он все-таки оглянулся и испуганно замер на месте. На горизонте появилась фигура. Мужчина на коне? Возможно. Волны зноя превращали все предметы в зыбкие фантомы. Они создавали видения, которых не было на самом деле. Но Дэви потянулся к оружию. Его пальцы обвили рукоятку с насечками и одним рывком достали кольт из кобуры. Сердце забилось сильнее. Горло пересохло. Привкус червей, который по-прежнему чувствовался во рту, вызывал сверлящие боли в черепе. Дэви взвел курок и повернулся к всаднику. Капли пота стекали по щекам к бороде. Фигура тоже перестала двигаться. Кем бы ни был всадник, их разделяло лишь сотня ярдов. Дэви всмотрелся в зеленое мерцание. Мужчина стоял, наблюдая за ним. Ржавые струны внутри со скрипом натянулись, открывая рот. — Так значит, ты гонишься за мной? — с укором крикнул Дэви. Жеребец испуганно отпрянул в сторону. — Ты гонишься за мной, ублюдок? Он прицелился. Его рука дрожала, на стволе играли зеленые отблески солнечного света. — Спокойно, — сказал себе Дэви, — успокойся, черт тебя подери. Он отпустил поводья и укрепил запястье другой рукой. Фигура, стоявшая за пеленой мерцающего зноя, не отступала и не приближалась. — Сколько ж надо убивать тебя! — крикнул Дэви. — Сколько пуль надо вогнать в твою дурную башку! Спокойствие фигуры выводило его из себя. Он не выносил людей, которые не тряслись перед ним от страха. — Ах так? Ну тогда получай! — он нажал на курок. Это заученное движение Дэви выполнял столько раз, что оно стало рефлекторным, как дыхание. Мощное сбалансированное оружие издало слабый щелчок, но это был обузданный взрыв. От выстрела заложило уши. — Вот тебе еще подарочек! — хрипло рявкнул Дэви. Второе, почти нежное прикосновение к курку, и в цель помчалась новая пуля. Он хотел было нажать на курок в третий раз, но вдруг понял, что стреляет в кактус. Дэви недоуменно заморгал, а потом захохотал над треснутым хриплым смехом. Так значит, он спутал черные ботинки с растением? Его врага здесь не было и нет. Он потер глаза грязными пальцами и еще раз присмотрелся к кактусу. Да, черных ботинок не было. — Это не он, — сказал Дэви, обращаясь к коню. — Парень меня боится, потому что знает, какой я в деле. Он держится на расстоянии, но я все равно его убью. В следующий раз я всажу ему пулю прямо в глаз. Вот увидишь. Сунув горячий кольт в кобуру, он тронул поводья. Чал и побрел по иссохшей пустыне к Зайонвилю. Дэви поминутно поглядывал через плечо, но черные ботинки не появлялся. Одинек был из тех, какие нравились его отцу. В свои последние годы старый Гартвуд любил валяться голым на санцепеке. Старик обгорал до красна, на коже появлялись волдыри и ожоги, а он все читал вслух Библию, пока солнце гладало его заживо. И ни Дэви, ни мать, ни сестра не могли заставить упрямца уйти под защиту тени. Он хотел умереть. Дэви помнил, как мать говорила ему это. И еще ту фразу, которую она любила повторять нравоучительным тоном. «Тот, кого карает Господь, всегда сначала теряет разум». Рука болела, костяшки ныли, как от сильного удара. Он взглянул на след, оставленный поцелуем пули, и вспомнил, что в первый раз черные ботинки умер, даже не дотронувшись до кобуры. Второй раз он вытащил пистолет наполовину, а в третий раз выстрелил в землю, когда пуля эскольта, попавшая в горло, отбросила его назад. Дэви слезнул под с багровой раной и вновь подумал о том, что черные ботинки набирался опыта. Хотя что тут странного? Не может же человек умереть восемь раз, так ничему и не научившись. Жажда не давала покоя. Он снова открыл флягу и сделал несколько глотков. Теплая жидкость была соленой и вязкой, как кровь. Дэви выплюнул ее на ладони, и она потекла сквозь пальцы алыми струями. Он продолжал идти, ведя за собой коня, пока белое солнце на изумрудном небе выжигало его потроха, а по подбородку сочилась липкая кровь. Дэви думал только об одном. Он думал о черных ботинках. Зейн Виль оказался обычным городком. Конюшня, магазин, салун и несколько домов, побелевших на солнце, как старые кости. Рыжая псина с двумя головами бегала вокруг Дэви и Чалова и тявкая скалила обе пасти, пока добрый пинок по ребрам не научил ее хорошим манерам. У магазина какой-то неуклюжий паренек подметал ступени крыльца. Увидев Дэви, он замер на месте, как и те две пожилые женщины, которые шептались о чем-то в скудной тени. Через дорогу располагалось небольшое оштукатуренное здание с табличкой на двери «Офис шерифа». Окна были зашторены, а слой песка у порога говорил о том, что шериф в Зейн Вилле отсутствовал давно. Это вполне устраивало Дэви. Он привязал коня к столбу у салуна и снял с сидельной луки широкий пояс. Прилаживая к обуру на бедре, Дэви почувствовал, что за ним наблюдают. Он осмотрелся по сторонам, прищуриваясь от яркого света, и увидел худощавого мужчину, одетого в помятый костюм и бесформенную шляпу. Тот сидел на скамейке перед небольшим деревянным домом с неприглядной вывеской «Велсфарго банка». «Крысиная нора, которую и грабить-то жалко», — подумал Дэви. «Там не наберется и кармана мелочи». И все же, покидая этот городок, было бы неплохо услышать звон монет в своем кармане. Паренек на ступеньках магазина смотрел на него, открыв рот и забыв о своей метле. Звякнул колокольчик, дверь за его спиной открылась, и на пороге появилась женщина в белом фартуке. Проследив за взглядом сына, она увидела Дэви и тут же закричала «Джозеф, быстро в дом!» «Я только минутку, ма», — ответил парень. «Джозеф, я сказала немедленно!» Схватив паренька за рука, женщина утащила его внутрь, хотя юноша упирался, словно сом на крюке. Дверь захлопнулась. «Все верно, Джозеф», — с усмешкой прошептал мясник. «Ты должен слушаться, мамочку». Осмотрев улицу, он заметил несколько любопытствующих лиц, которые пялились на него из окон. Нет, здесь никто не будет создавать ему проблем. Дэви вошел в салон. Половицы пола заскрепели под его ногами. Один стакан виски, и он решит, стоит ли грабить банк в такой дыре, как эта. А потом он снова отправится в путь. Салун встретил его спертой духотой, опилками на грязном полу и серым светом, который пробивался через грязные окна. Бармен, толстый мужчина, с прилизанными черными волосами и бычьим лицом, лениво гонял мух, размахивая свернутой газетой. Взглянув на треснувшее зеркало за стойкой, он увидел Дэви и приветливо кивнул его отражению. — Добрый день, незнакомец. Мясник оперся на стойку. — Чего-нибудь жидкого, — буркнул он. Бармен вытащил пробку из горлышка коричневой бутыли и налил ему стакан. Дэви взглянул на двух мужчин, которые играли в карты за дальним столиком. Один из них поднял голову, но, заметив расстегнутую кобуру на поясе незнакомца, тут же вернулся к игре. В кресле у старого пианино дремал старик, над головой которого жужжали мухи. Дэви сделал глоток. — Горячий денек, — сказал ему бармен. — Это точно, — ответил Дэви, осматривая бутылки на полках. — У тебя есть холодное пиво? — Пиво есть, но вот только льда нет, и поэтому оно не очень-то холодное. Пожав плечами, Дэви сделал еще один глоток. Спиртное было разбавлено водой, но это его не тревожило. Как-то в молодости он убил одного бармена, разбавлявшего виски. Однако теперь все это его не задевало. — Я смотрю, у вас здесь тихий городишко. — Да, в Зайонвилле спокойно, — ответил бармен, прихлопнув муху. — А вы куда направляетесь, сэр? — Куда-нибудь. Дэви следил за пухлыми руками толстяка, пока тот ловил очередную муху. — Отто видел ваш городок и решил немного отдохнуть. — Вы выбрали правильное место. Как вас зовут? Дэви взглянул на лицо собеседника. Оно было покрыто слоем зеленых мух, оставались лишь узкие щелочки для маленьких темных глаз. Насекомые деловито забирались в широкие ноздри и выползали изо рта толстяка. — Разве они тебе не мешают? — спросил он у бармена. — Кто? — удивился тот. Его лицо снова стало чистым, без единой мухи. — Никто! — огрызнулся Дэви. Он посмотрел на запястье, отмеченное багровым шрамом. — Меня зовут Дэви. — А тебя? — Я Карл Хейнс. Это заведение мое. В его голосе чувствовалась гордость. Таким тоном папаши хвастаются детьми. — Тогда мне жаль тебя, — сказал ему Дэви. Карл удивленно уставился на него, а затем засмеялся нервным смехом. Дэви уже слышал такой смех, и он был приятен ему. — Так значит, в вашем городке нет шерифа? Бармен перестал смеяться и спросил дрожащим голосом. — А почему вы об этом спрашиваете? — Из любопытства. Проезжал мимо его конторы, а там пусто. Он поднял стакан с разбавленным виски и сделал очередной глоток. — Что ж ты замолчал, а? Не можешь ответить на такой простой вопрос? — У нас действительно нет шерифа, — печально признался Карл. — Какого-то сюда направили, но он едет из Эль-Паса. — А-а-а, далековато отсюда. Дэви с усмешкой покрутил стакан в грязных пальцах. — Ужасно далеко. — Ну, не так чтобы очень, — смущенно заметил Карл. Он прочистил горло, взглянул на карточных игроков и снова повернулся к Дэви. — Э-э-э, вы же не станете создавать нам тут проблем, да? — Разве я похож на человека, создающего проблемы? Он замолчал, заметив, что у Карла Хейнса только один глаз. Вернее, пустая черная глазница, из которой выползла маленькая змея. Ее язык дрожал, будто пробуя на вкус спертый воздух салуна. — Мы здесь мирные люди, — говорил Карл, пока змея выползала из его глаза. — Нам не нужно никаких ссор, бог тому свидетель. А Дэви просто смотрел на него. Змея приподняла голову, и ее глаза сверкали холодным зеленым огнем. У Дэви заломило в висках. Там словно что-то взорвалось, и перед глазами возник образ, который ужаснул его. Он увидел высохший скелет, который лежал под палящим солнцем, и читал вслух книгу Иова. — Наш городок совсем небольшой и очень бедный, — продолжал бармен. — Зайон Виль вымирает. У него снова были два глаза. Змея исчезла. Дэви опустил стакан на стойку. Его пальцы дрожали. Изнутри рвался крик. Он хотел было выпустить его на волю, но затем снова загнал в самый темный и заплесневевший угол своей души. — Вам плохо? — спросил его Карл. — Почему вы так на меня смотрите? — Мое прозвище. — Мясник. — Сипло прошептал Дэви. — Оно тебе знакомо? Карл покачал головой. — И мной тут никто не интересовался. Бармен снова сделал отрицающий жест. — А ты не видел парня в черных ботинках? — Нет, — ответил Карл. — Мимо проезжали разные люди, но такого я не помню. — Если бы ты увидел его однажды, то запомнил бы навсегда, — сказал Дэви, рассматривая глаз бармена. Он попытался разглядеть змею, которая пряталась в голове Карла. Пряталась, сворачивалась в кольца и ожидала своего момента. Этот парень в черных ботинках высокий и худой. Он выглядит так, словно давно ничего не ел. Голодный, как черт. Лицо покрыто белой пылью. Ему нельзя смотреть в глаза, потому что от его взгляда замерзают даже кости. Иногда он одет как богач, а иногда ходит в грязной рванине. — Так ты его не видел? — Нет, — испуганно ответил бармен. — Никогда. — А вот я... я видел, — сказал Дэви, опуская пальцы на рукоятку кольта. — Видел и убивал его при каждой встрече. Восемь раз одного и того же человека. Симпотягу черные ботинки. Понимаешь, он гонится за мной. Он надеется застать меня врасплох, когда я не буду готов к атаке. Но я родился готовым, Карл. Ты мне веришь? Карл издал какой-то нечленораздельный звук, и с его крючковатого носа упала капелька пота. У этого парня крепкие нервы, — продолжал мясник. Немногие люди отважились бы сталкиваться со мной восемь раз. Он улыбнулся, заметив, как дрожит рот Карла. А этот упрямец, он не сдается. Но я не сдамся, черт бы его побрал. Дэви снял ладонь с кобуры и начал разрабатывать онемевшие пальцы. Одно плохо. Он становится быстрее. Каждый раз, когда я убиваю его, он становится немного быстрее. Понимаешь? Где-то рядом разгоралось пламя. Услышав слабое потрескивание, Дэви обернулся и увидел, что спавший у пианино старик полыхает в голубом огне. На его коленях лежала раскрытая Библия, почерневшие страницы которой корчились и мелькали, как летучие мыши в сумерках. — Клянусь, — с трудом ответил Карл, — я не видел такого человека. Внезапно на крыльце послышались шаги. Бармен бросил быстрый взгляд на дверь салуна. Почувствовав чье-то присутствие позади себя, Дэви не стал медлить. Страх молнии пронзил его от головы до пят. Он быстро развернулся, выхватил кольт и присеял, принимая устойчивую позицию. Палец привычно опустился на курок. — Нет! — закричал Карл. — Не стреляйте! Не надо! Дэви был готов прикончить черные ботинки в девятый раз. Но у двери стоял тот неуклюжий парень, который подметал ступени магазина. Широко раскрыв глаза, он с ужасом смотрел на чужака. Секунды тянулись одна за другой, а палец Дэви все еще касался курка. Парень протянул к нему открытые ладони. — У меня нет оружия, мистер! — сказал он тонким голоском. — Вот смотрите, я просто зашел! Дэви взглянул на посетителей бара. Игроки положили карты на стол. Старик у пианино проснулся и перестал пылать в огне. — Это Джой Магуайр! — сказал Карл. — Он не причинит вам вреда. — Джой, проваливай отсюда! Ты же знаешь, твоей маме не нравится, что ты ходишь сюда! Парень по-прежнему смотрел на кольт в руке мясника. — Вы хотите убить меня, мистер? Дэви подумывал об этом. Когда его кровь вскипала, ее нелегко было остудить. Но он со вздохом снял палец с курка. — Ты был очень близок от гроба, малыш. — Джой, ступай домой! — не унимался Карл. — И больше не приходи сюда! — Делай, что тебе говорят, — с усмешкой добавил Дэви. — Это место для мужчин. — Черт, но ведь я и есть мужчина! — возмутился Джой, останавливаясь на пороге. — Я могу входить куда угодно и когда угодно. Парню было лет пятнадцать-шестнадцать. — Хочет пометить все, что ему не принадлежит? — подумал Дэви. — Хочет быстро вырасти, прям как я в своей далекой-далекой юности. Он отвернулся от мальчишки и, допивая виски, решил, что пора отправляться в путь. Пока черные ботинки не догнал его в этом дренном городке. Он посмотрел на Карла. На лбу бармена появилась рваная трещина, из которой сочилось что-то серое. — Сколько с меня? — Ничего, — быстро ответил Карл, в то время как слизь заливала ему лицо. — Пусть это будет за счет заведения. — Мистер, — раздался голос паренька. — А вы сами-то откуда? — Оттуда, — ответил Дэви, разглядывая трещину на голове у Карла. Она расширялась все больше и больше, открывая мозг. — А зачем вам оружие? — не унимался Джой. С улицы донесся голос его матери. — Джозеф, Джозеф, немедленно вернись! Из раны на лбу Карла начала выпячиваться серая масса, покрытая сетью красных кровотоков. Дэви решил досмотреть это интересное зрелище. — Я могу ходить, куда хочу, — упрямо сказал мальчишка. Он не обращал на зов матери никакого внимания. — И нет таких мест, куда меня бы не пускали. Вот так. — Джой, тебя зовет мама, — сказал ему Карл. — Она снова поднимет здесь шум. — Нет, я останусь в салуне! Мальчишка топнул ногой. Под его ботинками зашуршали опилки. — Разве тебе не больно? — спросил Дэви, указывая пальцем на сочащуюся рану. Он взглянул в зеркало позади бармена, и его палец дрогнул. Мальчишки за его спиной больше не было. Вместо него в зеркале отражался кто-то другой. Высокий, худой мужчина. Он выглядел голодным, и его лицо было белым, словно никогда не видело солнца. Дэви услышал стук черных ботинок. Рука бессмертного стрелка тянулась к кобуре. Черные ботинки. Хитрый ублюдок хотел его обмануть. Он притворился мальчишкой. Он влез в его кожу. Волна холодного ужаса сжала горло Дэви. Он увидел в зеркале блеск беспощадных глаз и с криком выхватил оружие. Черные ботинки доставал из кобуры свой пистолет, но Кольт был быстрее. Карл что-то закричал. Дэви, не слушая его, повернулся к врагу и нажал на курок. Черные ботинки рухнуло на колени. Пуля пробила ему грудь. Он вытянул руку с пистолетом, но сил прицелиться у него не было. Поднявшись на ноги, высокий мужчина направился к двери. Его тело пошатывалось. Кровь заливала одежду и пол. — Что вы наделали, безумец? — крикнул Карл. — Вы просто сошли с ума! — Ну, что получил? — хрипло съязвил мясник. — Я снова обставил тебя, проклятый ублюдок. Он шагнул к покрытой кровью двери. Его сердце билось бешеным галопом, но ум был спокойным и чистым. Черные ботинки корчился в пыли у ступеней салуна, а рядом кричала какая-то женщина. Дэви взглянул на нее. Это была мать мальчишки. Она шла к нему пьяной походкой, ее лицо побелело, а рука зажимала рот, обезумевшие глаза отыскали Дэви и застыли на нем. А тут черные ботинки попытался дотянуться до оружия. — Ах ты ж, сукин сын! — возмутился Дэви и выстрелил ему в лоб. Женщина снова закричала. Ее вопль обжигал, как хлыст. Черные ботинки упал на бок. Пуля разнесла его затылок в клочья. — А что? — Я опять разобрался с тобой, — сказал ему Дэви. — Отплатил за то, что ты подкрался ко мне. Но в пыли и лежал не черные ботинки, а мальчишка лет пятнадцати-шестнадцати. Его лицо и грудь покрывала кровь. Женщина застонала и побежала к магазину. У Дэви разболелась голова. Он взглянул на зеленое небо, и у него защипало в глазах. Взгляд снова вернулся к телу мертвого паренька. А что ж случилось с черными ботинками? Он же был здесь минуту назад, если... если только был. Дэви отступил на шаг от трупа. Кто-то закричал вдалеке. — Уходите с улицы! Быстрее по домам! Поднявшись по ступеням, Дэви вернулся в салон, подальше от яркого света и мертвого мальчишки. И тут раздалось щелканье курка. Он повернулся, доставая кольт. Перед ним за стойкой бара возвышалась тощая фигура черных ботинок. На этот раз в руках врага было ружье. Увидев приподнятый ствол, Дэви закричал от ярости и нажал на курок. Два выстрела прогремели одновременно. Мясник оказался на полу, хотя и не помнил своего падения. Левое плечо онемело и стало мокрым. Зеркало за спиной противника разлетелось на куски, и черный ботинок и снова прицелился. — Добей его! — закричал один из игроков за дальним столом. Ружье поймало цель, однако Дэви показал свой класс, опередив врага на долю секунды. Пуля попала в горло. Черные ботинки повалился на полке с бутылками. Он выстрелил, но промахнулся. Из дыры в его горле вырвался хрип, и стрелок рухнул на пол. Дэви поднялся на ноги. Он посмотрел на старика у пианино. Тот прятался под столом. Его лысину, словно кожу змеи, покрывали серые шестиугольники. Мясник зашел за стойку бара. Его голова пульсировала от боли. Он нагнулся над телом врага и выстрелил ему в лицо. Это было лицо бармена с черными прилизанными волосами. Его обессилевшие руки сжимали ружье. Из горла пузырями выходили кровь и воздух. Дэви почувствовал слабость в ногах. «Как бы не потерять сознание», — подумал он. «Похоже, я ранен. Этот сукин сын черные ботинки достал таки меня». Мясник, шатаясь, побрел к двери. За ним тянулась полоска алых пятен. Из ствола кольта вился синий дымок. В ярком свете изумрудного неба Дэви увидел, что конь, которого он привязал перед салоном, остался без кожи. Тем не менее, у скелета по-прежнему были седло и узда, четыре ноги, а среди ребер болтались легкие и билось сердце. Дэви отвязал по воде и вскочил верхом на призрачного коня. Он ударил пятками по голым ребрам. Конь помчался вперед, но в следующий миг Дэви понял, что выбрал не то направление. Он возвращался назад, обратно к Ялапе. Дэви натянул по воде, намереваясь сделать разворот, однако скелет закрутился на месте. И тут раздался звон колокольчика. На крыльце магазина с пистолетом в руке стоял черные ботинки. Увидев врага, Дэви хотел было прицелиться, но конь развернулся, и противник оказался прямо за его спиной. Их разделяло чуть больше метра. Первая пуля оцарапала щеку Дэви. Вторая попала в бок, а третья угодила ему в живот и выбила из седла. Он упал на землю. Ноги конями сели пыль вокруг него. Дэви отполз подальше от скелета, и в этот момент над ним нависла чья-то тень. Веки слиплись, кровь заливала рот. Он поднял голову и посмотрел на черные ботинки. Мужчина молча стоял в клубах пыли. Откашлившись красными комьями, Дэви заставил себя усмехнуться. «Ты бы никогда не победил!» Задыхаясь от боли, прошептал он врагу. «В стрельбе я быстрее тебя!» Вскинув кольт, Дэви прицелился в противника и нажал на курок. Но выстрела не последовало. Он уже истратил все шесть пуль, две в кактус и четыре в черные ботинки. Мясник разочарованно рассмеялся. Тень выстрелила дважды. Один раз в живот, второй раз в голову. Дэвид дернулся несколько раз, а затем кольт выпал из его побелевших пальцев. Он лежал, глядя в небо. Голубое небо. Мать Джоя еще раз взглянула на труп убийцы. Ее сотрясала дрожь. Слезы чертили полоски, стекая по запаленным щекам. Отбросив пистолет и вытерев руку о фартук, она медленно побрела к мертвому сыну. Люди Зайенвилля выходили на улицу из своих домов. Солнце, догорая в синеве небес, бросало длинные тени. А недалеко от Салуна стоял чалый конь, ожидавший своего хозяина. Никто не знал чужака. Он просто сошел с ума, как сказал старый Бракстон. Убил Джоя без всякой причины, потом Карла. Короче, спятил и все тут. Сосновые гробы стоили немалых денег, поэтому горожане решили не сбрасываться на похороны убийцы. Его сунули в холщовый мешок, оставив открытым желтовато-белое лицо. Кто-то прислонил труп к стене, и местный художник нарисовал его портрет, предназначенный для нового шерифа из Эль-Паса. Затем на краю кладбища вырыли могилу и бросили в нее убитого чужака. Священник сказал несколько слов, но их никто не слышал. Потом он тоже ушел. В могилы остался лишь высокий бледный мужчина в черных ботинках. Именно он и закопал мертвеца. Роберт Маккамон «Черные ботинки». Текст читал Владимир Князев. Джефф Стрэнд. Мутации Дикого Запада. Итак, жители ссаны лощины уже успели хорошенько взбодриться в ожидании крутой перестрелки. Поэтому, когда ее прервали гигантские тараканы, они не были сильно этому рады. Ах да, все завязалось примерно дня два как назад, когда тройняшки-холораны прискакали в город Улюлюка и поля из пистолетов. В общем, всеми силами пытаясь вызвать всеобщий кипиш. Но ссаная лощина сама по себе была кипишным городком, поэтому большинство местных жителей не обратили на них особого внимания. Но потом Боб Холоран, тот, у которого все еще оставались целые оба глаза, вошел в бар и прилюдно усомнился в порядочности мисс Дженкинс, которая, как все присутствующие знали, была столь же чиста и непорочна, как непочатая бутыль сарсапарилы. Шериф Мейсон не собирался мириться с таким поведением в своем городке, поэтому он бросил вызов Бобу Холорану и объявил, что назначает ему на рассвете дуэль. Рассвет это было намного раньше, чем шериф любил просыпаться, потому что ему нравилось спать допоздна, так же, как и бухать до глубокой ночи. Но он считал, что если уж с кем-то стреляться, то делать это нужно непременно на рассвете. Боб Холоран принял вызов, имея некоторые ошметки чести, даже несмотря на то, что был просто конченным подонком. Ну и вот, на рассвете, местные жители из тех, кто смог продрать глаза после бурной ночи, выстроились по обеим сторонам главной улицы, чтобы посмотреть, как шериф Мейсон приземляет этого взорвавшегося юнца Холорана. Эрл и Фрэнк Холораны сидели на своих лошадях и пытались выглядеть зловище. Шериф Мейсон и Боб Холоран обменялись несколькими дерзкими словами, а затем встали в тридцати шагах друг от друга и приготовились к бою. Тогда-то и появились эти тараканы. Дюжина их выскочила из аптеки док Свихнута, каждый добрых три метра в длину. Пара девушек, мадам Паулы, к несчастью работавших в это время, тоже вышли посмотреть на дуэль, и один из тараканов бросился прямо на них. Девушки громко завизжали от ужаса и театрально упали в обморок. И в этот момент шериф Мейсон, помня о том, что мадам Паула склонно давать ему на халяву, когда перепьет, повернулся, готовясь всадить в тварь несколько пуль. Но прежде чем он успел это сделать, Боб Холоран выстрелил ему в спину. Как уже было упомянуто ранее, у мальчиков-холоранов были ошметки чести, но не так, чтобы много. Образовавшийся мертвый шериф сильно возбудил бы местный народец, если бы все не были слишком озабочены появившимися гигантскими тараканами. Таракан откусил здоровенный кусок от девушки мадам Паулы, резко снизив ее цену. Около шести других тараканов побежали по улице, заставляя горожан разбегаться. «Шо мне усраться?» — заорал бармен Хоуи. «Это Шармагеддон, или как его там?» Боб Холоран, ясное дело, тоже приссал, как все остальные. Но вместо того, чтобы запрыгнуть на лошадь и ускакать, он зачем-то выпустил оставшиеся пять пуль в тараканов. Первая пуля улетела хер знает куда. Вторая пуля улетела хер знает куда и попала в Хоуи. А последние три пули попали в спину таракана, который гнался за мисс Дженкинс. Но они отрикошетили от его хитина, как от стальной брони. И одна из них снова попала в Хоуи. Таракан развернулся, чтобы посмотреть на Боба Холорана. И хотя ни в одной ученой книжке не написано о том, что тараканы могут издавать звук, похожий на львиный рык, это было именно то, что сделала та тварь. Боб Холоран весь побелел, ну, окроме от промежности. А потом таракан прыгнул на него. И хотите верьте, хотите нет, эта гадина за раз сиганула метров на пятнадцать. Боб скинул руки, чтобы защитить лицо, но таракан повалил его на землю и начал жевать. Через несколько секунд Боб Холоран был годен только для укладки в дешевый сосновый гроб. Теперь все вокруг тупо кричали и убегали, спасая свои жизни, когда тараканы, как вихрь, промчались по главной улице, топча бедного Хоуи и скрылись за углом. Они двигались так быстро, что прошло всего где-то двадцать секунд, и их больше никто не видел. Какое-то время все молчали, ну, окроме от тех, кто орал от боли. Затем Тим, кузнец, указал пальцем на дверь аптеки док-свихнута, и ярость плясала у него в глазах. «Этот док-свихнут! Я знал, что рано или поздно он всех нас погубит! Эксперименты, которые он проводит в своей самодельной лаборатории, зашли слишком далеко!» Горожане заулюлюкали в знак согласия. «Давайте схватим его!» — закричал Тим. Горожане заулюлюкали в знак согласия. «А что, если у него там еще больше этих тараканов?» — спросил лежащий на земле Хоуи, хрипя и харкая кровью. Горожане вопросительно посмотрели на Тима. «А я говорю, рискнем!» — закричал Тим. Горожане заулюлюкали в знак согласия. «Послушайте!» — сказал Тим. «Мы должны остановить этого шарлатана, прежде чем он нашлет на нас еще каких-нибудь гигантских насекомых. «Если мы этого не сделаем, кто знает, что в следующий раз выскочит из той двери. Гигантские тербиты? Гигантские пиявки? Мадам Паула, что будет с вами и вашими девочками, если док приведет сюда гигантских мандовошек?» Горожане молчали. Тим был одним из самых храбрых мужчин в санной лощине. Единственный, кто реально не побоялся и выпил до дна целую кружку специального коктейля Хоуи из слюна дьявола. Но ему не очень нравилась идея идти туда в одиночку. «Кто-то должен пойти со мной», — сказал он. «Это справедливо». «Справедливость — одно из тех сильно размытых понятий, которые не очень применимы в ситуации, когда у вас есть группа людей, не особо желающих быть сожранными гигантскими тараканами». Короче, Тиму пришлось идти в аптеку одному, позаимствовав на время пару шести зарядников, на всякий случай. «Док!» — крикнул он, заходя в аптеку. «Эй, док, ты тут?» Первое, что бросилось ему в глаза, — это металлическая клетка, метра два длиной и метра два шириной, широко разогнутыми спереди прутьями, как будто кто-то пролез между ними. Внезапно дверь в задней части аптеки распахнулась, и появился док. Его очки запотели, волосы стояли дыбом. «Я сделал это!» — заорал он. «Мой эксперимент удался! Очень скоро ими док освихнут, а станет известно всему миру! Эй, что за дела?» Док уставился на клетку, потом на Тима, затем начал оглядываться по сторонам. «Слушай, Тим, это... Ты не видел, куда убежали мои тараканы?» «Такие здоровенные, сантиметров тридцать длиной!» Тим целеустремленно шагнул вперед. «Я видел твоих тараканов, док. Только они не были тридцать сантиметров длиной. Те, что я видел, были злобными трехметровыми тварями». Глаза дока округлились. «Тогда все сработало, сука, вообще не так! О, боже, что я натворил! Какое ужасное зло я привел в этот мир! Черт, все, что я хотел сделать — вывести более тучную пород быков, чтобы компенсировать потери, которые наш городок несет от скотокрадов! Только и всего! А получилось это!» «Док, сейчас не время бредить и нести чушь», — сказал Тим. «Мне нужна твоя помощь. Мы должны уничтожить тех тараканов, прежде чем станет слишком поздно». «Глупец! Уже слишком поздно! Потому что еще до заката вы будете иметь дело не с трехметровыми тараканами, а с тридцатиметровыми! И скоро они станут погибелью до всего человечества! Но почему я не мог просто впаривать вам тоник для волос, как это делал мой отец?» «Док, твой отец продавал очень высококачественный тоник, могу подтвердить, но мы сейчас не об этом», — сказал Тим. «Так что ж сделало этих тараканов такими большими и злобными?» «И мутировали», — сказал Док Свихнут. «Я сам изобрел эту мутацию. Но я не знал, что они вырвутся из клетки и станут убивать жителей с сан и лощин, клянусь, я не знал». «Док, если учесть, что я не успел рассказать тебе о том, что они убили нескольких жителей, то твоя история не выглядит очень правдивой», — сказал Тим. Док Свихнут нахмурился. «Ладно, ты меня подловил». «Так что же нам делать в этой затруднительной ситуации, Док?» «Дел я не знаю». «Попробую вывести формулу вакцины, которая сможет убить этих тараканов». «Звучит неплохо. Пойду проинформирую об этом горожан. Примерю на себя должность шерифа Мейсона, а потом вернусь и проверю, как тут у тебя идут дела». В общем, Тим вышел наружу и сказал жителям сан и лощины, чтобы не сидели по домам и крепко запирали на ночь двери. Но толку от его советов оказалось мало, потому что когда те тараканы вернулись, они были длиной тридцать метров и не сантиметром меньше. Один из них просто проломил стену конюшни и утащил двух лучших лошадей Джейка Смита. Несколько человек по непонятным причинам остались в салуне, пили, веселились и резались в карты, как будто вокруг не бегали гигантские прожорливые тараканы. Но через десять минут после захода солнца их предсмертные вопли были слышны даже на окраине города. Когда на следующее утро взошло солнце, почти половина жителей сан и лощины были мертвы, а док свихнут продвинулся в создании смертоносной вакцины не больше, чем в отращивании себе второго носа. «Послушай, док, у нас тут возникли кое-какие ограничения по времени», сказал Тим, нетерпеливо топая ногой. «Учитывая, что за одну ночь почти половина народа сан и лощины переехала в желудки тараканов». «Не-не-не-не, нельзя торопить науку», сказал док свихнут. «А если я выведу не ту формулу, и тогда эти тараканы станут еще больше, тогда нам точно кранты». «Ты прав, док», сказал Тим. «Но разорви меня гром, если я реально не срусь от ситуации». Короче, Тим сидел там, срался от ситуации, а тараканы ползали по городу и жрали людей пачками. Жрали так, что к утру следующего дня от населения сан и лощины осталось меньше 25%. И эти тараканы, они становились все больше и больше, пока не достигли размеров 60 метров в длину. «Черт тебя дери, док, на кой ля ты вообще это сделал?» спросил Тим. «Я думал, что такой самоучка, как ты, должен знать, как опасно связываться с наукой». «Я уже объяснил тебе причину, и не вижу смысла повторяться», сказал док свихнут, держа в руках пробирку с какой-то зеленовато-голубой дрянью. «Но, вроде как, у меня есть решение нашей проблемы». «Какая-то очень маленькая пробирка для таких огромных тварей», сказал Тим. «Размер не имеет значения, сколько раз вам это повторять?» «Эта жидкость должна среагировать с мутагенной сывороткой, которую я вводил в тех тараканов, и убить их за считанные секунды. Думаю, потребуется не больше одной капли на одного таракана, но они должны проглотить ее». Тим забрал пробирку док свихнута. «Последний вопрос, док. Как, по-твоему, мы заставим тараканов-мутантов ее проглотить?» Док свихнут огляделся, чтобы убедиться, что никто их не подслушивает. «Это, Тим, чисто между нами. Рад, что эти тараканы все равно жрут людей, то я не вижу никаких причин, почему бы нам и предложить всем, кто еще жив, выпить по капельке моей жидкости». «Док, да ты просто изверг, но...» «В целом я понял ход твоих мыслей». Тим пошел и попросил оставшихся в живых горожан выпить по капле зелья док свихнута. Естественно, он умолчал о главной фишке, заключавшейся в том, что для конечного результата их всех потом должны сожрать тараканы. И это камнем легло на его совесть. Но в отчаянные времена мужчина должен делать то, что должен. А там уж будь что будет. Ну так вот. Следующей ночью тараканы, а некоторые из них вымахали уже до 60 метров в длину, продолжили жрать инфицированных сывороткой граждан. И в рот мне ноги, если эта сыворотка не сработала. Первый же таракан, сцапавший хорошенькую мисс Бьянку и начавший ее пережевывать, ровно через 8 секунд, по карманным часам Тима, лежал, склеив ласты в пыли. В течение следующего часа 11 тварей валялись мертвыми на улицах опустевшего города. Док, опять проблема, сказал Тим, заходя в аптеку. Остался последний таракан, самый большой и злобный из всех. Но у нас кончились жители, и ему больше некого скормить. Ну раз я придумал спасительную формулу, убивающую этих тварей, полагаю, для тебя будет честью принести себя в жертву, сказал док свихнут. Тим покачал головой. Не могу согласиться с твоим доводом, док, учитывая, что именно ты заварил всю эту кашу. Вот ч... вот черт. А я надеялся, что ты не вспомнишь об этом. Ладно, раз это я тот, кто вызвал эту катастрофу, мне и принимать на грудь. Док свихнут, взял пробирку у Тима и проглотил оставшуюся каплю. В этот самый момент последний таракан проломил стену аптеки и слопал дока свихнута. Да, заорал Тим на таракана, не зная, есть ли в его тараканьем лексиконе слово «да». Вот ты все, срадая ты, тупая тварь! Но Тим не знал, что таракан успел разрастись до таких размеров, при которых одна капля уже не работала. И прежде чем он понял это, таракан его слопал. Чуть позже этот таракан, ясен пень, помер от голода. Ну, сами прикиньте, сколько можно прожить, когда ты 90-метровой длины, а вокруг больше некого жрать. Но для городка Сан-Эла-Щина это стал концом. А безлюдевший он был тихо погребен под слоем пыли. Вот такая вот история. Ты, наверное, сидишь сейчас и гадаешь, откуда я знаю такие подробности, учитывая, что никто не выжил, чтобы мне их рассказать. Ладно, сужу тебе круг предположений. Вот два варианта. Я либо призрак мертвого таракана-мутанта, либо лжец. Сам выбирай. Покеда. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод Павла Павлова. Алдиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного ютуб-канала. Девушки отдыхают... Джефф Стрэнд. Гигантские тараканы-мутанты против зомби на Диком Западе. Вот чёрт. Я думал, что завершил рассказ про то, что случилось однажды в городке Санеллащина. Не знаю, помнишь ты его или уже подзабыл. В общем, там в конце всех жителей сожрали гигантские тараканы-мутанты. О, кошмарные были деньки, полные смерти, криков и прочей мерзости. Но так как вслед за крякнувшими жителями крякнули и сами тараканы, то у истории, как ты уже, наверное, догадался, практически не осталось шансов на продолжение. И тут бы я с тобой согласился, если бы не замаячившие на горизонте зомби. Нет, эти зомби не были восставшими из мёртвых жителями Санеллащины. Когда тебя сжирает гигантский таракан-мутант, тебе уже не из чего воскрешаться. О, да-да-да, таракани и какашки вполне себе могли бы ожить, но не в этом рассказе. Чёрт, было бы забавно. Жаль, что уже поздно что-то менять. Короче, дел было так. Один путешественником, проездом решил заглянуть в Санеллащину, в надежде промочить горло и найти женщину сомнительной добродетели. Но вместо этого он нашёл хороший городок, более никем не использованный. Да, на улицах валялись туши дохлых тараканов-мутантов, но в те времена люди не чурались тяжёлой грязной работы. Путешественник привёл в городок новых жителей, и они вырыли огромную яму, а потом запихали в неё всех дохлых тараканов, что было непросто, у них постоянно отрывались лапки, и засыпали сверху землёй. Ну и в конце Ясенпень отпраздновали это событие, выпив всё виски, оставшиеся в Салуне с Санеллащина. «Я хочу быть мэром», провозгласил путешественник, и тут же, не отходя от кассы, стал мэром Джонсом. Но, как я уже упомянул ранее, зомби замаячили на горизонте. Я не собираюсь разжигать пожар бесконечного спора на тему быстрых зомби и медленных, скажу одно. Конкретно те появившиеся зомби были медленными, просто пипец. Неудивительно, что новоиспечённые жители Санеллащины успели заселиться в свои новые домишки, прежде чем кто-то из них увидел первую шаркующую тварь. Джек Митч, цирюльник, курил у входа в своё заведение, когда заметил шатающегося мужчину, бредущего по главной улице. Джек показалось странным, что у мужчины был зеленоватый цвет лица, и одно его глазное яблоко болталось, вывалившись из глазницы. Но он не придал этому особого значения. Не было такого закона, по которому оба глаза должны находиться в глазницах. А потом он услышал стон. Джек подумал, может быть, бедолаге плохо. Он уже хотел было подойти к нему и предложить помощь, но тут заметил ещё с десяток таких же шатающихся бедолаг. И они жрали людей. Это было неправильно. Да, мисс Лейси не была святой, о чём вам с ухмылкой поведали бы большинство местных мужчин. Но она точно не заслуживала того, чтобы ей вырвали горло. Ах, каким фонтаном била кровь. Это было зрелище куда более шокировавшее, чем то, когда Джек во время бритья случайно отрезал преподобному Грею левое ухо. А ведь рвали на куски далеко не одну только мисс Лейси. О нет, эти зомби пожирали и многих достойных граждан Санны Лощины. И ради этого они покинули свой старый город, чтобы столкнуться с заражёнными штаммом вируса пожирателями плоти. В общем, можете догадаться, как расстроился Джек, узрев такую напасть. Он побежал прямо в центр города к офису мэра Джонса. «Мэр Джонс!» заорал он, распахнув дверь. «У меня для вас плохие новости!» «Ох, только не это! Опять забился говном водопровод? Насколько мне известно, нет, но у нас на улицах толпа зомби!» Хотя мэр Джонс был не из тех, кто хмурит брою по пустякам, это известие произвело на него впечатление. Ни один уважающий себя мэр не хотел, чтобы жители его городка умирали ужасной смертью. Он поспешил на улицу, и да, цирюльник Джек не соврал. «Черт!» сказал мэр Джонс. «Трудновато подсчитать общее количество трупов, когда столько людей разорваны на куски и перевариваются в желудках зомби. Но по моим примерным подсчетам, жертв не менее двадцати, я прав!» Джек кивнул. «Это пятая часть жителей, съеденная за один присест. Зачем вы привели нас сюда, мэр Джонс? Зачем послали на погибель? История вам этого не простит!» «Собери всех стрелков в радиусе шести миль», приказал ему мэр Джонс. «Мы перестреляем этих тварей! Мы перестреляем их всех!» И Джек побежал и собрал всех граждан в окрестностях с законно зарегистрированным огнестрельным оружием. И они начали стрелять в зомби. «Да, многие из тварей падали на землю и больше не поднимались!» «Но им не было конца и края!» «Зомби продолжали наступать!» «У нас кончились патроны!» «Заирали стрелки!» «И нет времени снарядить новые!» «Пришло время, скрипя сердце, смываться из саной лощины!» «Нет!» взревел мэр Джонс. «Я не вернусь в город, где наши легкие чернеют и разлагаются в груди!» «Должен зомби принялись разрывать его на куски!» «Это было отвратительное зрелище!» «Ни одному нормальному человеку не доставило бы удовольствия лицезреть, как из кого-то выдирают кишки!» «И хоть у мэра Джонса был свой набор недостатков, он не был отмороженным психопатом!» «Поэтому он отвернулся, дабы уважить Джека в последние минуты его жизни!» «Ну вот, походу и все!» «Сказал мэр Джонс, сделал все, что мог, но мои усилия оказались напрасные, и теперь на моей совести сотня смертей, ну, по крайней мере, до тех пор, пока зомби не сожрут мою совесть!» И мэр Джонс зарыдал. Он оплакивал мисс Лейси, он оплакивал цирюльника Джека, чьи кишки все еще живали шесть или семь зомби, он оплакивал несколько других граждан, чьи имена не дошли до нас, затерявшись в пространстве и времени. «А ну, прекратите этот постыдный плач?» сказал док Свихнут-младший. «Зачем? Зачем мне его прекращать?» спросил мэр Джонс. «Ты что, слепой? Не видишь, какой кровавый кошмар там творится? Я только представляю, в какой бы глубокой жопе, и мне уже хочется рыдать!» «Мой папаша жил в этом городке», сказал док Свихнут-младший. «Он проводил здесь ужасные незаконные эксперименты, в результате которых многие люди пострадали и умерли, но я могу продолжить его безумные опыты. Вы знаете, какие существа могут победить этих зомби? Динозавры? Гигантские тараканы-мутанты. Но они все мертвы, они не обязаны оставаться такими. Если я воскрешу их, напавшим на нас зомби будут противостоять гигантские тараканы-мутанты-зомби. Да-да, и те, и те будут зомби, так что шансы уравняются, но в битве между обычными людьми гигантскими тараканами-мутантами я бы поставил на гигантских тараканов-мутантов. Ну, даже не знаю. Все может стать только хуже. Когда зомби будут мертвы, у нас останутся гигантские тараканы-мутанты-зомби. Не уверен, что это хороший обмен. Докс Вихнут младший торжественно кивнул. Возможно, вы правы, но в жизни мэра иногда бывают моменты, когда ему приходится идти в вабанк. Проклятие, вскричал мэр Джонс. Хорошо, иду вабанк. И они приступили к работе. Оживить армию гигантских тараканов не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Для этого требуется цепкий уже научный ум и готовность испачкать руки. Придется использовать иглы для подкожных инъекций, пробирки и, да, даже немного черной магии. Не в курсе, где в этих краях можно раздобыть новорожденного младенца? Спросил док Свихнут младший. Не, не в курсе, ответил мэр Джонс, бросив на него подозрительный взгляд. Зачем ты это спросил? Да, просто так. Ты планировал принести в жертву новорожденного младенца? Док Свихнут младший призадумался, прежде чем ответить на вопрос, ну, не то, чтобы я планировал это, но и не то, чтобы не планировал. Скажу лишь, что ради общего блага порой приходится идти на определенные жертвы, к тому же вы могли бы притвориться, что вообще не при делах. Никаких принесенных в жертву новорожденных младенцев, отрезал мэр Джонс. Я облюститель законовать в краях, и так оно и останется. Ладно, ладно, проехали, буркнул док Свихнут младший. Уверен, мы сможем найти приемлемую замену. Док Свихнут младший быстро придумал, кого найти в замену, и хоть наблюдать за тем, что он сотворил впоследствии было крайне жутко, все в результате сработало, и не успел никто глазом моргнуть, как тараканы восстали из своей братской могилы и забегали, как ни в чем не бывало. Как же нам заставить их убивать зомби, спросил мэр Джонс. Дело в том, что пока им тут мутились темными силами оживляет тараканов, зомби сожрали всех жителей саной лощины, так что у тараканов сейчас не так много вариантов. Ну, в смысле, им же по-любому что если это будем мы, спросил мэр Джонс. Док Свихнут младший не ответил, потому что его уже жрал гигантский таракан. Продоклятие, закричал мэр Джонс, когда таракан заглотил док Свихнута младшего целиком, ну, вместе с ногами и всем остальным. Думаю, мне лучше спрятаться. Вот так мэр Джонс и оказался на верхушке самого высокого дерева, растущего посредине бедового городка Сан-Эла-щина. Ну, и зомби Ясен Пень тоже очень хотели жрать, то можешь представить масштаб разыгравшегося вокруг этого дерева жора. Один таракан хватал зомби и перекусывал его пополам, но тут же другой зомби вгрызался этому таракану в голову, а потом этого зомби хватал и проглатывал второй таракан, на которого набрасывались сразу три зомби и отрывали ему крылья, а потом этих трех зомби жрал третий таракан, которого, блин, в общем, творился просто какой-то ад. Ты никогда не видел столько хаоса и извергающейся слизи. Я не хочу вкладывать слова в твои уста, но если бы ты был там и хвала Богу, что тебя там не было, ты бы сказал что-то вроде «Этого просто не может быть» и «Мне никогда еще не было так страшно». И я точно не назвал бы тебя трусом, ибо в такой реакции нет ничего постыдного. В любом случае, я все равно рассуждаю гипотетически, потому что знаю, что тебя там не было. Короче, прошло несколько дней, и когда кошмар наконец-то закончился, все зомби и все тараканы-мутанты-зомби снова были мертвы. «Ну, слава Богу», вскричал мэр Джонс, который первым делом поведал бы тебе, что после нескольких дней без еды и воды он не очень хорошо себя чувствует. «Теперь я могу слезть с дерева и привезти в этот городок новых жителей». Это не конец саной лощины, я клянусь, это не конец. Но тут, да что ж за напасть, мэр Джонс срывается и падает с дерева, с отвратительным хрустом, шмякается об землю и больше не поднимается. Так что эта история тоже без хэппи-энда. Думаю, следовало тебя сразу об этом предупредить, потому что сейчас, как я понимаю, ты в глубокой депрессии и чувствуешь, что жизнь потеряла смысл. У меня не было намерения испортить тебе день и если уж так получилось, я смиренно прошу прощения. Ах да, если тебя это немного взбодрит, тем принесенным в жертву был не котенок. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного ютуб-канала. Эксклюзивный авторский перевод Павла Павлова. Брайан Кин. Затерянный мир и мертвецкий. Пустыня смердила мертвичиной. Солнце висело над головой распухшее, жирное, как та польская шлюха в редкрике. Потел я под жаркими лучами ничуть не слабее, чем в обществе той шлюхи. Душно было так, будто вместо воздуха горячий суп, и от жары вонь делалась совсем невыносимой. Наши грязные палатки, покрытые кровавыми пятнами и усыпанные песком, не помогали, да и воняли они еще хуже прочего. Собственно говоря, вонял не сама пустыня, а мертвые твари, гнавшиеся за нами. Мы удирали уже несколько дней. Никто понятия не имел, куда нас занесло. Поначалу с нами ехал проводник по имени Лиепа, но уже на второй день он умер от сердечного приступа, и мы всадили ему пулю в голову, пока не воскрес. Мы не знали, действует ли зараза на умерших от естественных причин, но решили не рисковать. С тех пор мы двигались за солнцем, вглядываясь в пустынные горизонты, мечтая увидеть хоть что-нибудь, кроме вечного песка и мертвых тварей. Наши фляги опустили, желудки тоже. Днем нас жарило солнце, ночью мы замерзали. Здраво рассуждая, мне б следовало отправиться в Санта-Фе. Я там ж не народ знаю, там мои друзья, девушка моя. По слухам, да тут болезнь добраться не успела. Хорхе, ехавший за мной и диком, что-то бормотал себе под нас по-испански. Дурацкий язык, никак не могу в нем разобраться. Я почти не понимал, что он там говорит, вроде о каких-то козлах в бассейне. Покачиваясь в седле, я мал-помал клонился вперед. Язык точно наждак, губы потрескались и опухли. Попробовал облизнуть, но во рту ни капли слюны. «За нам еще идут», спросил я, ленясь оглянуться и посмотреть. «Да куда ж денутся», проворчал Дик. «Им-то отдыхать не нужно, и воды не требуется, чем мы медленнее движемся, тем они ближе». Я вытер под солба. «Если погнать лошадей быстрее околеют сразу же, тогда мы очутимся по уши в дерьме». Жанель охнула, что за грубость при леди. «Да мне был плевать, коль верить святому отцу настал конец света, а значит мелчи, вроде сквернословия, уже не в счет. Есть беда куда ближе и куда страшнее». «Господь спасет нас всех», сообщил преподобный. «Даже вас, мистер Хоган, очень ему благодарен святой отец. Пожалуйста, передайте от Всевышнему при первой же встрече». Дик закатил глаза. Я ухмыльнулся, стараясь не морщиться от боли в губах. «Да, компания у нас подобралась странная. Мы с Диком прибыли в Редрик всего месяц назад, купили участок леса и собрались его вырубить. Хорхе работал в конюшне. Преподобный наш тоже был птицей невысокого полета. Поставил палатку на окраине города и служил по воскресеньям. Терри был обычным подростком лет четырнадцати. Уз еще не пробился, но стрелял мальчишка не хуже любого мужчины. Похоже, крепко запал на Жанель. Понятно почему. Женщины вроде нее на западе почти не встречаются. Родмана из Филадельфии попала в Ред Крик выйти замуж за типов двое старше. Не знаю, по любви вышло или как, но когда мертвецы разорвали ее старикан прямо перед аптекой точно свора взбесившихся от голода койотов, держался она весьма хорошо. Ред Крик не слишком большой город, но там пока не пришло время сбиваться в кучу и удирать. Мы из нашей нынешней компании между собой не встречались. Кроме Дика я вообще никого раньше не знал, да и сейчас не слишком рад знакомству. Впервые о заразе в городе узнали, когда ночью явился один мужик стонущий и трясущийся от лихорадки. На руке глубокий след от укуса, из бедра вырван кусок мяса. Док сделал, что мог, но бедняк все равно помер. А перед смертью рассказал Доку и помощникам про гамельнскую месть. Так эту дрянь называл народ на востоке, намекая на старую сказку про крысолового с дудочкой. Зараза с крысой началась, а они заполнили индейскую резервацию на востоке. Правда, удивляться тут нечему. Я видал, как живут люди в резервациях. В выгребной ябе и то приятнее. Руть одним словом. Но крысы там были необычные, а дохлые, с кишками наружу, все в трупных червях. И при том, они еще бегали и норовили цапнуть, а укушенные принимались хворать и скоро помирали. Кусали почти сплошь индейцев, и правительству, как обычно, было наплевать. До тех пор, пока индейцы не начали восставать из мертвых и нападать на белых, вот тогда уж принимать меры было поздно. гамельская месть разлетелась быстро, от человека к человеку она разлетелась, да и животных не обошла. Пока мы в Ред Крикс похватились, мертвые лошади, койоты да собаки стали бросаться на нас прямо на улицах, и с ними толпы мертвых людей, так что скоро трупов в городе стало больше, чем живых. К счастью, они не слишком проворны, поэтому нам удалось удрать. Мы оказались в салуне, снаружи его осаждали мертвецы, и пришлось пробиваться, больше половины города тогда сгорело, как прикончить существо, которое и без того уже сдохло, самое главное, надо разбить башку, можно пулей, можно молотком, даже полен подойдет, а в грудь засадишь шесть пуль, а мертвец знай себе топает, отруби ему руки и ноги, будет извиваться точно червяк на крючке, шарахни в голову и затихнет, как миленький, прищурившись, я взглянул на небо, солнце не двигалось, оттого казалось, что мы топчемся на месте, наши лошади ели ковыляли по песку, Жанель закашлялась, я обернулся посмотреть, что с ней такое, она махала рукой перед носом и, заметив мой взгляд, нахмурилась, мистер Хоган, судя по запаху, они нагоняют, да знаю, я знаю, ну и что же вы собираетесь сделать, я посмотрел ей за спину, у горизонта виднелись сотни черных точек, были мертвецы, почти все население Ред Крик, и с ними еще кое-кто, каждое зараженное животное присоединялось к погоне, надо отдать мертвым должное, они чертовски упорные, собираюсь двигаться вперед, чтобы они нас не догнали, всех перебить у нас патронов не хватит, а если бы хватило, то расстояние слишком велико для выстрела, но близко подпускать их нельзя, хороших стрелков среди нас нет, разве что ваш приятель, я кивком указал на Терри, и парень покраснел, ну да, тут-то он, вряд ли справится, Жанель поморщилась, и вздернула носик, я отвернулся, стараясь скрыть ухмылку, а к тебе неравнодушно, хихикнув, шепнул мне Дик, я пожал плечами, но даже этот простой жест показался довольно утомительным, только я хотел сосредоточиться и выдумать подходящий ответ на хал, как вдруг обратил внимание на россыпь низких холмов впереди, странное дело, будто сам господь накидал их посреди совершенно плоской пустыни, хорхи их тоже заметил, заволновался, забармотал, показывая пальцем, а у меня есть предложение, Дик похлопал лошадь по боку, засядем на вершине горы, укрепимся и будем их валить сверху, когда полезут, патронов-то у нас не вагон, напомнил я, кончится, и деваться нам будет некуда, окружд ведь, ну, мы можем в них кидать камни, ну, не знаю, не знаю, по-моему, лучше просто держать путь к холмам, может, мертвецы отстанут, если, потеряют нас из виду, а может, там за холмами есть что-нибудь хорошее, вода, с надеждой спросил Терри, я не успел ему ответить, как вдруг небо потемнело, и мы разом подняли глаза, Жанель завизжала, Хорхев скрикнул, Терри и Дик открыли рот от удивления, преподобный забормотал молитву, а я же, я же просто смотрел, как гром пораженный, небо заполнили мертвые птицы, подобно живым, они летели плотной стаей, кружились, пикировали, но медленно и неровно, некоторые падали, от птиц смерделы, эта черная грозовая туча направлялась прямо к нам, «Скачите!» Я пришпорил лошадь, надеясь, что у нее больше сил, чем у меня, она понеслась молнией, взбивая копытами пыль, кобыля дико пустилась вскач, не отставая, остальные тоже попытались набрать скорость, но отдалялись с каждым шагом, я оглянулся, выискивая хоть какое укрытие, однако поблизости ничего не было, «Держитесь на холме!» закричал я, «Может, там деревья есть, или, может, пещера!» Я посмотрел на Хорхе, понял он или не понял, и тут у меня бурашки побежали по коже. Жанель сидел неподвижно, уставившись на мертвых птиц, лошадь под ней беспокойно горцевала, Терри остановился рядом, ухватил поводья, он уговаривал Жанель ехать, но та, похоже, не слышала. Я повернулся к ним, Терри дрожащими руками взялся за дробовик, но все никак не мог с ним сладить. Я схватил мальчишку за руку, его глаза были полны ужаса, впрочем, и в моих глазах не сиял безмятежность. «Не стоит», посоветовал я, «только патроны зря растратишь». «Но, мисс Перкинс», выговорил он, глядя на Жанель, «я разберусь, а ты давай, скачи быстрей». Он посмотрел на меня с сомнением, явно не желая оставлять девушку. Наверное, мечтал предстать перед ней рыцарем-спасителем и рисовал воображение, как она в благодарность делит с ним постель, а я влез и безжалстно растоптал воздушный замок. «А у нас, у нас не было времени на глупости». «Пошел!» заорал я и хлопнул его лошадь по крупу. «Давай!» Терри поскакал за остальными, а я повернулся к Жанель, ухватил ее лошадь за поводья и дернул. Кобыл фыркнула, оскалилась, я дико заорал на них обоих, птицы уже были рядом. Но за их гоманом и хлопаньем крыльев Жанель вряд ли меня расслышала. В отчаянии я развернул свою лошадь, не выпуская вторых поводьев, а другой рукой ухватился за кольт. Против птиц он бесполезен, однако придает смелости. Я стиснул коленями бока своей лошади, пришпорил, надеясь, что кобыла Жанель последует за мной. Она и последовала, но прошла едва пару сотен ярдов, а потом усталость, жара и жажда взяли свое. Кобыл захрипел, покачнулся и осела. К счастью, не упала сейчас, иначе нам обоим, мне и Жанель, пришел бы конец. У кобылы медленно подогнулись ноги, и я успел выдернуть женщину из седла, усадил за своей спиной и сказать, чтобы удалось обойтись, ледь деликатно, а тут еще Жанель принялась бить меня по плечам, дергать за волосы и требовать, чтобы мы спасли кобылу, но я внимания не обращал, стиснул зубы и снова пришпорил коня. Оглянулся, оглянулся я лишь однажды, и то, что я увидел, меня одновременно обрадовало и ужаснуло. Лежа и курлыкая, птицы обрушились на кобылу, покрыли с головы до копыт, расклевывая глаза и плоть. Найдя легкую добычу, за нами они больше не гнались. Дико остальные ждали, но я закричал, чтоб скакали не мешкая. Нет смысла упускать чудом доставшуюся фору. Птицы скоро расклюют лошадиный труп и устремятся за новой добычей, и останки кобылы поковыляют за ним следом, торопясь сожрать в свою очередь кого-нибудь живого в компании с прочим мертвым зверьем. Догнав остальных, мы снова поскакали впереди. По бокам от меня были Дик и Хорхи, позади Терри с преподобным. Я почти не отрывал глаз от холмов, но все же заметил, с какой обидой смотрит Терри на нас Джанель. Стало жарче, хоть бы дождь пошел. Однако еще прежде, чем мы добрались до холмов, Хорхи остался без лошади. Прочие наши скакуны едва плелись совершенно выбившись из сил. Занося топор над несчастным животным, Хорхи плакал, а я удивлялся тому, что у него откуда-то взялись слезы. Я сам так и сох, что не мог бы и плюнуть не то, что заплакать. Мы все спешились, повели лошадей в поводу. Пешком идти мне не слишком нравилось, но иначе лошади и сдохнут прямо под нами. Жанель жаловалась, как трудно шагать, но никто внимания не обратил, только Терри тут же предложил ее понести. Там метнул в него презрительный взгляд, а он покраснел и стушевался. Прочие хихикали, представляя, как он тащит девицу на закорках по пустыне. Местность стал каменистой, мы приблизились к подножию к глазам. Эй, вы тоже это видите? Мы посмотрели, куда он показывал. Я присвистнул. Ничего себе! Между двумя тесно сдвинутыми холмами открывался вход в узкое ущелье. Казалось, горы нависали над ним, почти смыкались, точно арка над воротами. Я смахнул под солба, потер глаза, посмотрел снова. Нет, не ворота, просто крутые стены каньона, глубокая тень, наверное, там желанная прохлада, свежий воздух. Туда, решил я, хоть от солнца спрячемся на время, а может там вода есть. Остальные воодушевились, ускорили шаг, даже лошади, кажется, ощутили, что удача повернулась к ним лицом. Я оглянулся, позади кружили в небе несколько птиц, издалека был не разобрать, мертвые они или нет, но нами они не интересовались, зато три небольшие твари ковыляли за нами по пустыне, суть по всему, дохлые собаки или койот, может быть. Пока недалеко, можно не бояться, но ближе подпускать не стоит. Мы подошли к входу в каньон, и при этом меня снова поразило его сходство с воротами. Двигались гуськом, дико я впереди, хорхи и терри замыкающие. Прохладный ветер высушил пот на моем лбу. Я улыбнулся, впервые за много дней чувствую себя прекрасно, вопреки всему пережитому. Мы укроемся среди этих крутых склонов, где нас не достанет солнца, а если повезет, то и мертвецы не достанут. Проход сузился и наклонно повел вниз. Мы шли так довольно долго, пока стены не придвинулись почти вплотную. Я уже засомневался, что лошади протиснутся, как вдруг каньон повернул, и стены разошлись в стороны. Я аж рот разину от изумления и не двигался, почти уверенный, что передо мной мираж, пока дик не прокашлялся за моей спиной. Хауган, двигай давай, что там такое? Ты сам посмотри. Я отстранился, открывая дорогу остальным. Один за другим они выходили из узкой рассельной и замирали, пораженные, как и я. На карте такого не было, прошептал дик. Конечно, не было, согласился я. Перед нами до горизонта расстилалась долина, жизнь такой огромной не видывал. Вся она была покрыта деревьями и прочей зеленью. Среди пустыни вдруг диво-дивне, просто уму непостижимо. Привыкнув видеть только выжженную бурую землю и песок, я смотрел на эту роскошную растительность и не верил глазам. Посреди долины бежал прозрачный чистый поток, побольше ручья, но все еще не река, а воздух-то какой! Пахнет, будто после грозы чем-то свежим и влажным, и жара не такая и сильная как в пустыне. Зверей и птиц не было видно, но из зарослей доносился зычный бусовитый рык и пронзительное верещание. Ничего подобного я раньше не слышал. Эта долина не просто затерянная в песках оазис, это целая страна, огражденная горами, совсем не похожая на пустыню вокруг. Как такое вообще возможно? Преподобного должно быть одолевали те же сомнения. Если бы я не знал где мы, решил бы, что вдруг очутился дома, сказал он. Чего это? спросил Терри. Похоже на леса моей Виргинии. Это оазис, поделился мысль Дик. Слишком оно большое для оазиса, возразил я. Такая огромная долина. Жанель завороженно смотрела, как ветер качает верхушки деревьев. Как же это возможно? Почему никто в Рэд-Крике не знал про это место? Да какая теперь разница? Дик пожал плечами. Знал или не знал, главное, мы сейчас тут. Думаю, преподобному стоит поблагодарить Бога от имени всех нас. А сколько я понимаю, он услышал нашу молитву и послал нам убежище, тень, пищу и воду. Деревья укроют нас от мертвых птиц. Мы повели лошадей к потоку, густой подлесок цеплялся за ноги, ветви касались лиц, над головой велись тучи мошек и москитов. Но мы не обращали на это внимания. В отличие от мертвых, эти твари кусают понемножку. Лошади пили жадно, люди тоже. Мы смеялись, плескались, вода оказалась очень холодной, что странно. На окрестных горах нет никаких снегов, ручей в пустынь не может быть настолько холодным, чтобы аж зубы ломило. О, этого я не замечал, пив, пока не скрутил желудок, прям вывернул наизнанку. Отдышавшись, я выпил еще, умылся, дик с лихим криком прыгнул в поток, зашел по пояс. Мы стере и хорхе сбросили пояса с кобуру и пошлепли следом. Жанели преподобной наблюдали за нами с берега. Давайте к нам, обернулся я, стараясь унять дрожь. Вода отличная! Сомневаюсь, улыбнулась Жанель. Вы уж посинели от холода. О, черт! Дик расхохотался. У меня ж яйца в горошины сжались. Все захихикали, даже Жанель. Терри с хорхе принялись брызгать друг на друга. Дик нырнул, выскочил на поверхность и отплевался. Я махнул рукой преподобному и Жанель. Серьезно! Идите к нам, освежитесь! Мне и здесь хорошо, ответил Жанель. Ледни купаются таким образом. Преподобный покачал головой. Я, мистер Хоган, к сожалению, плавать не умею. Да здесь не глубоко! Заорал Дик. Преподобный хотел что-то ответить, но хорхе вдруг предостерегающе крикнул. Что такое? Дик обернулся. Хорхе приложил палец к губам, приставил ладонь к уху, прислушался. Я не слышу ничего, пожаловался Терри. У берега зашелестели камыши, лошади заржали, захрапели, переминаясь ноги на ногу. Я потянулся за револьвером и запоздало понял, что оставил его на берегу вместе с прочим снаряжением. Затем камыши раздвинулись и Жанель с Преподобным завизжали. Я ожидал увидеть мертвую тварь, лошадь или человека, но из лесу вышло нечто такое, жуткое, здоровущая ящерица. Я таких в жизни не видывал. Фут в пятнадцать от морды до кончика хвоста, ростом выше лошади, весом стонну. Она ходила на задних лапах, причем ходила весьма проворно для своего размера. Вытянув передние лапы, она устремилась к Преподобному Жанель. Я успел заметить, что на каждой передней конечности у нее по три пальца, на среднем коготь величиной с хорошей серп, голова здоровенная, пасть утыкана зубами размером с наконечник стрелы. Змейный язык так и мельтешил в воздухе, при этом тварь хрипла и бочно ревела. Жанель с визгом бросилась в поток, Преподобный за ней, описавшись со страху. У самого ручья святой отец замер, глядь то на воду, то на ящера, словно пытаясь решить, что ж тут страшней. А ящер тем временем разорвал глотку лошади. Тедди, бедное животное, шагнул два раза и шлепнулся замертво. Прочие лошади кинулись прочь, но из лесу выскочили еще три гигантских ящера и бросились вдогонку. Мало чего услышишь более неприятного, чем ржание мы устремились к другому берегу. Ящеры тем временем занялись добычей. Они грызли и терзали, совали окровавленные морды в распоротые конские животы, что-то там отдирали, заглатывали. Я оглянулся, преподобный зашел в воду по колено и там застрял, глядя на трапезу ящеров и трясясь от ужаса. Скорее! закричал я. Скорее, пока они отвлеклись! Он в ответ только замотал головой. — Помогите пастору! — крикнула Жанель. — Кто-нибудь идите к нему! — Да черт с ним! — заявил Дик, выбираясь на берег. — Я даже за своим барахлом назад не полезу, а ради попа рисковать с какой стати-то! — Он же Господу служит! — ахнула Жанель. — Тогда пущай Господь его и спасает, или они вот-вот встретятся, а третьего я не вижу. Я его спасу, оповестив на стырье и устремился к тому берегу. Чертыхаясь, я снова прыгнул в ледяную воду. — Хоган, ты сдурел! — заорал Дик. — Назад, черт тебя дерить, назад! — Там наши пушки, их надо забрать! На самом-то деле, оружие было всего лишь поводом. Наверное, мне захотелось понравиться Жанель, вот я и последовал за Терри. Ящеры, занятые едой, на преподобного пока внимания не обращали. Он же стоял как вкопанный, глядя то на нас, то на них, подбородки его трясся, ноги дрожали. Я ему махнул и позвал в полголоса. — Преподобный, пойдемте! Не голос, а движение привлекло ящера. Он поднял окровавленную морду, фыркнул, повернулся, рассматривая Терри и меня. Однажды, когда я шел по пастбищу, на меня бык напал. Так выражение глаз у ящера был точь в точь, как у быка перед тем, как тот бросился. — Терри! — Терри, отбегайся! — прошептал я. — Стой столбом! Он кивнул, вмиг побледнев. — Преподобный, слушай меня! — позвал я тихим, уверенным голосом. — Вам нужно зайти в ручей, идите прямо сейчас. Не важно, что вы плавать не умеете, мы с Терри вам поможем, черт возьми! — Зайди в ручей, дурак! Он кивнул и медленно двинулся вперед. Вот он по колено зашел в бурлящую воду, губы двигаются в беззвучной молитве и глаза закрыты. — Так, правильно, прошептал я. — Медленно, без резких движений, отлично! Я взглянул на ящеров. Теперь на нас смотрели все четверо. Один был кривой, вся левая сторона морды сплошной, заросший шрам, последствия давней драки. Были когда-то на земле исполины, бормотал преподобный, но за шумом воды сложно было что-то разобрать. — Левиафан? — Чего? — спросил я. — Это из Библии, мистер Хоган. До земли в давние дни обитали исполины. — А, а я из Библии знаю только господи побилуй, так что я вам верю. Но вы едите, едите, не стойте. Когда вода достигла паха, преподобный остановился и поморщился, а ящер подвинулся к воде. холодно, пробормотал священник. Так холодно. — Все хорошо, заверил я. — Мы вас ждем. Терри, подай ему руку. — Хоган, позвал Дик. — Я сейчас занят немного. Ящер на берегу опустил морду и принюхался к месту, где преподобный только что стоял. Остальные повернулись к лесу. Я тоже посмотрел на лес и понял, что отвлекло ящеров. Замеченные мною в пустыне койоты пошли за нами в каньон, и теперь они стояли у кромки леса, глядя на нас блеклыми мертвыми глазами. У одного не хватало уха, у другого торчали сквозь шкуру сломанные ребры. Койоты не дышали и не рычали, просто стояли и смотрели. Над ними велось облако мух. — Ах, ты ж черт! — выдохнул Терри. — Это что такое? Это что? Это новая напасть? — в испуге спросил преподобный и хотел обернуться, но я не позволил. — Неважно, просто подайте Терри руку и давайте выбираться от седого, пока ящера не скушали нас на десерт. Терри потянулся к дрожащей руке преподобного и в этот миг ящер прыгнул в поток. Мертвые койоты уже вышли на открытое место и прочие ящеры бросились на них. Одноглазые страшными челюстями схватил койот поперек туловища, затря сломая кости. Преподобный и Терри не устояли на ногах и вместе ушли под воду, а потом вынурнули, отплевываясь и барахтаясь. Преподобный уцепился за плечи Терри повис, будто камень. Ящер с ревом устремился к ним. Я стал плескать на него водой, но от этого тварь поплыла еще быстрее. — Отпусти, — прохрепел Терри, — ты меня задушишь. Но преподобный, повизгивая, только вцепился в него еще сильнее, и об снова ушли под воду. И тут ящерых настиг. Он был так близк, что я чувствовал, как у него из пасти воняет гнилым мясом. Мощные челюсти сомкнулись на голове Терри и выдернули парня из воды. Тот дрыгал руками и ногами, вопил, но ящер своим серповидным когтем вмиг распорол его от шеи до бедер, притом наступив на преподобного задней лапой и не давая вынырнуть. Жанель, Дик и Хорхи на другом берегу вопили в один голос. Я попятился, не в силах оторвать взгляд от жуткой сцены. Ящер, занявшись Терри и преподобным, пока меня не замечал, трое его сородичей на берегу тоже, они пожирали лошадей и каютов. Я вскарабкался на берег и заорал «Бегите!» Мы без оглядки кинулись в лес, перепуганные насмерть и вскоре зеленые дебри поглотили нас. На отдых устроились на дереве. Я такого огромного дерева никогда раньше не видел, хоть и слышал, что в Калифорнии подобные встречаются. В его дупле мы вчетвером поместились свободно. Верхушка обломилась, но ствол остался, и мы соорудили что-то вроде крыши из ветвей и листьев. Внутри была тьма всяких ползучих тварей, гусениц, жуков, муравьев, тоже куда здоровее обычных, но безвредных, они не кусались. Жанель их боялась, но тварей снаружи боялась еще больше. Вся наша поклажа осталась при лошадях, и теперь мы располагали только содержимым своих карманов. Клочок бумаги и карандаш, компас дико, кисет с жевательным табаком, кружевной платочек Жанель, немного денег и подобные же мелчи. Солнце зашло, стало холодно, но огонь развести был нечем, и мы сбились в кучу, чтобы греться друг об друга. Жанель заснула, уложив голову мне на плечо. С каждым вдохом ее теплые мягкие груди терлся мою руку. Был хорошо, но я даже подумал, что за такое не жаль было и пройти через ужасы вчерашнего дня. Ну, почти не жаль. Поблизости протопали несколько ящеров. Нам удалось их неплохо разглядеть. Они были не таким, как те кошмарные монстры возле потока. Один размером с корову, шея длинная, хвост еще длинней. Это потоптался у нашего дерева, но интересовался он, слава богу, листьями, а не нами. У другого детеныш, суть по размерам, был утиной клюв. Еще одна тварь была такая здоровенная, что от ее поступей земля тряслась, ломались и валились деревья. Мы увидели только ее ноги и хвост. У некоторых ящеров росли перья, хотя большинство ходил с голой кожей. Перед закатом в лесу потемнело, что-то большущий закрыл солнце. Я высунул голову наружу и сквозь просвет кронок заметил летающего монстра с крыльями фут в пятнадцать. Он больше походил на мышь летучую, чем на птицу. В дупле мы просидели всю ночь. Почти все время молчали, иногда перешептывались, стараясь не шуметь. Жанель и Дик спали, Хорхе лежал с закрытыми глазами, но открывал их всякий раз, когда из лесу доносился какой-нибудь звук. Дик плакал во сне, но я ему об этом не сказал, ведь я тоже плакал, причем с открытыми глазами. — Что это за чудовище? — спросила Жанель на следующее утро. — Ящериц, ответил Дик, только чертовски здоровый ящериц. — Это я и сама видела, но откуда они взялись? — Есть у меня одна идейка, заметил я. Вы знаете про громадные кости, что иногда из земли выкапывают? — Да, Дик кивнул. Толстосум за них неплохие денежки отваливают. — Они называются окаменелости, добавила Жанель. — Это останки динозавров? — Ага, самое оно, подтвердил я. — Кажется, мы встретились с живыми родственниками тех окаменелости. Это и есть эти самые динозаверы. — Ну, преподобный бы с тобой не согласился, возразил Дик. Он считал, что это чущие из Библии. Чего-то я не припомню, что в священном писании упоминалось об динозаверах. Увы, но преподобного уже сожрали, и вряд ли ему теперь стал яснее, кто его сожрал и откуда он взялся. — Вам, мистер Хоган, следовало бы уважительнее отзываться о мертвом, попеняла мне Жанель. Я всегда относился к смерти с уважением, но в последнее время с покойниками сладу нет. С чего я стану их уважать, если они пытаются мною закусить? — Но наш преподобный не как те мертвецы. — Да уж, ну ему повезло. — Ты упускаешь одну мелочь, напомнил мне Дик. — Динозаверы-то давно ведь все повымирали. А вот этим, наверное, забыли сообщить, что они повымирали. Хорхи смотрел на нас, отчаянно улыбнулся, чтобы его подбодрить. Он улыбнулся в ответ и указал наружу. — Я пойду с ним, согласился Дик. — Нужно отсюда выбираться. — Да, нужно отыскать путь назад в пустыню, подтвердил я. — Но там же мертвые, возразила Жанель. — Они теперь и здесь в долине, напомнил я. — Там в пустыне по крайней мере динозаверов нет. Если уж выбирать, так я предпочел удирать от одних покойников, а не от покойников и динозаверов в придачу. Дик поскреб щетин на подбородке. — А ты помнишь, как вернуться ко входу в каньон? — А-а, я покачал головой. — Мы здесь слишком много петляли. Я надеялся, что кто-нибудь из вас запомнил дорогу. Но ни Дик, ни Жанель дороги не помнили. Пробовали расспросить Хорхе, компас, предложил я Дику. Посмотрим, где у нас север и прикинем, в какую сторону идти. Он вытащил компас, стер флагу со стекла и уставился на него в недоумении. — А что не так? — спросила Жанель. — Не работает дрянь такая, пробормотал Дик. — Все крутится и крутится, словно север отыскать не может. — Дай к его мне, сказал я. И в самом деле стрелка описывала круг за кругом. Я отдал компас назад. — Сколько же ты за него заплатил? — Пять центов. — Это на пять центов больше, чем он стоил. — В пустыне он работал. — А здесь не работает. Хорхе снова указал наружу. — Мы не можем ломиться на обум через долину, сказал Дик. Сожрут нас с потрохами. — Может быть и сожрут, согласился я. — Ну и здесь оставаться нельзя. — А что ты предлагаешь? — Я предлагаю держать путь вверх по склону. Долину окружают горы. Выберемся наверх и посмотрим, а тут найдем дорогу в пустыню. Без лошадей легко пролезем. — Ну допустим мы выберемся. У нас быстро догонят мертвецы, напомнил Дик. Мертвецы идут медленнее, чем живые люди. Я пожал плечами. Суть койот в пустыне им приходится еще хуже, нам. Они вообще скоро все развалятся. — А если не развалятся? — спросил Жанель. Я не ответил. Что тут можно ответить? Когда рассвело, мы со всяческими предосторожностями выбрались наружу. Из кустов никто не выскочил, и мы вздохнули с облегчением. Я вскарабкался на дерево, огляделся по сторонам. На горизонте виднялись холмы, окружавшие долину. Над ними плыль бледные облака, почти касавшиеся вершин. Несколько динозавров, длинношей их чуящие тупыми коровьими глазами и квадратными плоскими зубами, обдирали верхушки деревьев. Выльтые коровы! Однако я содрогнулся, настороженно наблюдая за ними. Такие здоровущие! Меня б достали в мгновение ока! Хорошо, что людям не по вкусу. Мы двинулись через долину. Я впереди, остальные за мной, хорхи замыкающим. Шли неспешно, переговаривались жестами, лес наполняли голоса зверей. Мне незнакомых карканье, хриплое ворчание, протяжное шипение, верещание, лишь отдаленно напоминавшее птичьи трели. Первый звук, который мы распознали, был треском ломающегося дерева, словно линейка школьного учителя раскололась, шлепнув по заднице нерадивого ученика. Мы сразу не поняли, откуда звук прилетел, но затем дерево рухнуло, да так, что земля содрогнулась. Треснуло еще одно дерево, и мы мельком увидели тварь, которая все это делала. Один хвост длиной с дележанса, а задние лапы так и вовсе самбар. К счастью, она удалялась, и мы поспешили своей дорогой, вовсе не желая привлекать ее внимание. Мы почти бежали, не глядь по сторонам, и не замечали мертвого динозавра, пока тот и вывалился из кустов прямо перед нами. Над долиной разнесся истошный виск Жанель. Мы с Диком бросились в сторону, а Хорхе замер, оцепенев со страху. Тварь нависла над ним, таращий единственный здоровый глаз. Я этого монстра узнал сразу, виделись «Нет, не спутаешь, но вчера он был еще жив. Похоже, мертвый койот не пошел чущу впрок, оно заразилось гамельнской местью. Умерло и мертвого стало». Штещер неживой был ясно по мерзкому запаху тухлятины, вокруг вил сырой мух. Движения его стали медленными, неуклюжими, однако поймать оцепеневшего Хорхе гад все же сумел. Парень запоздал, кинулся наутек, но ящер вонзил когти ему в спину и оторвал от земли. Бедняк задергался, затрясся, словно пьянчуга, танцующий на городской площади. Открыл рот, хотел закричать, но изо рта вырвался поток крови. Когти ящера пробили ему спину и вышли из груди, а затем ящер разорвал его напополам. Я схватил Жанель за руку и потащил прочь. Дик несся рядом, сопя на бегу, он был красный как рак. Я хотел спросить, что с ним такое, но не мог и слова вымолвить. Мы ломились сквозь подлеск, не разбирая дороги, не глядя по сторонам. Одноглазый динозавер топал за нами. Мы его не видели, но хорошо слышали, так как его лапы бухали по земле. Местность пошла вверх, деревья стали тоньше и реже, затем вновь кончились. Жанель споткнулась и покатилась, было по склону, но я вовремя подхватил ее на руки, понес. Дик уже стал краснее свекла, одежда промокла от пота. Немного осталось. Выдохнул я, лезьте, лезьте! Жанель похлопала меня по плечу, захотела идти сама, встав на ноги, пошатнулась. Она ступала сперва неуверенно, но быстро опомнилась. Мы уже не шли, а карабкались по каменистой почве среди низкого кустарника, пробирались между торчавшими тут и там огромными камнями. Я оглянулся, деревья в лесу раскачивались, обозначая путь одноглазого. Вот он выбрался на открытое место и затопал вверх по склону, даже не остановившись передохнуть. Бесполезно, пропыхтел Дик, вытирая лоб рубашкой. Это же ведь труп. Он не устает, будет топать, пока мы не выбьемся из сил, но потом, потом он нас сожрет. Не сожрет, я не дам, ответил я. Уже как же ты собираешься ему помешать? Дик посмотрел на динозавра, который был еще далеко, но упорно карабкался вслед за нами. У нас же ведь оружия-то нет. У нас есть вот что. Я улыбнулся, похлопывая по ближайшему камню. Хоган, да ты вовсе ума лишился! Дик вскочил, пошатываясь. Что ж ты делать-то собрался? Плевать ему в морду? Нет, не собрался. Но когда ящер подберется ближе, я сброшу этот камень ему на голову. Ты же сам предлагал вчера камни кидать сверху, не помнишь уже? А разве будет толк? Усомнилась Жанель. Зависит от того, попаду я или не попаду. Мы подождали, пока ящер не подберется ближе. Жанель нервничала, но я успокаивал ее, уверяя, что план непременно сработает. И он сработал, когда динозавер оказался прямо под нами, так близко, что мы уловили запах мертвичины и жужжания вьющихся близ него мух. Мы с Диком перекатили камень за край уступа и уронили прямо на голову монстру. Раздался громкий треск, будто дерево рухнуло, одноглазый осел наземь, булыжник покатился вниз по склону, и спустя секунду дважды убитый динозавр полетел следом. Жанель и Дик с радостными криками кинулись меня обнимать. А потом, потом я даже понять не успел, что происходит, Жанель меня поцеловала. Ее губы обветрились и потрескались от солнца, но я не возражал, прижал ее к себе и поцеловал уже по собственному почину. Мы целовались, пока Дик не принялся вежливо покашливать. Нам идти нужно, напомнил он. Думаю, скоро нагрянут другие вроде этого. Ну да, пожалуй, ты прав, я вздохнул. Пойдем, сейчас загоню вас обоих на вершину. Мы полезли наверх, смеясь и болтая о том, как же нам повезло. Сейчас бы полагалось скорбеть о Хорхе и прочих погибших, и мне вправду было грустно о них вспоминать, но я чувствовал себя просто счастливым от того, что остался в живых. Еще от поцелуев Жанель давно мне не было так хорошо. У меня вновь появилась Надежда. Но когда мы добрались до вершины, она, Надежда, рассыпалась в прах. Мы застыли не в силах вымолвить ни слова. Жанель заплакала. Вместо пустыни перед нами расстилался лес, бесконечное море зеленых вершин. Эти вершины покачивались, потому что под ними бродили десятки огромных тварей. Нет, прошептал Дик, этого быть не может, этого нет ни на одной карте. Я обнял Жанель. Дик, я думаю, и самих карт-то теперь больше нет. В долине внизу раздался рев. Я оглянулся, из лесу вышел динозавер, голова размером со взрослого бизона, зубы как шесты для палатки. Несомненно, этот монстр тоже был мертв. Он каким-то чудом избежал вымирания, но его достала гамельская болезнь. Любопытная штука смерть, так или иначе догонит любого. Набегу я подумал, когда-нибудь люди выкапают из земли наш кость, как сейчас выкапывают кости динозаверов. Интересно, и как мы будем выглядеть в окаменелом состоянии. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного ютуб-канала. Князев. Продолжение следует...